«По-видимому, сегодня на бегах будет много народу», — продолжал человек с биноклем, переводя разговор на другую тему. Жена, управляющего баром, очень хотела бы продолжить расспросы, но ей больше не представилось удобного случая. Миссис Герцтвуд совсем растерялась. Ей хотелось все как следует обдумать, она не могла понять, что заставило мужа объявить ее больной, когда она была совершенно здорова. Вот еще одно доказательство, что ее общество нежелательно Герцтвуду, и он придумывает всевозможные причины для объяснения ее отсутствия. Она твердо решила подробнее разузнать об этом деле. «Вы были вчера на спектакле?» — спросила она одного из друзей Герцтвуда, который подошел поздороваться с нею, когда она уже сидела в ложе. «Да», — ответил тот, — «очень жаль, что вас не было». «Я себя неважно чувствовала», — пояснила миссис Герцтвуд. «Да, ваш муж говорил мне, — очень интересный спектакль. Играли гораздо лучше, чем я ожидал. Было много народу, полным-полно!» — воскликнул собеседник. «Настоящее празднество лостей!» «Я видел многих из наших общих знакомых. Миссис Гаррисон, миссис Баррис, миссис Коллинз...» «Весь цвет общества?» «Совершенно верно!» «Моя жена получила большое удовольствие». Миссис Герцтвуд прикусила губу. «Вот оно что!» — подумала она. «Так-то он поступает. Рассказывает друзьям, что я больна и не могу прийти». Миссис Герцтвуд задумалась. Что могло побудить ее мужа пойти без нее? Тут что-то неладно. Она тщетно ломала голову над этой загадкой. Вечером, когда Герцтвуд вернулся домой, она была в том мрачном состоянии, когда хочется лишь одного — допытаться и мстить. Она во что бы то ни стало решила узнать, что означает его странное поведение. Миссис Герцтвуд была убеждена, что за всем этим таится гораздо больше, чем она слышала. К недоверию и злости, еще не утихшей в ней после утренней ссоры, прибавилось ядовитое любопытство. Олицетворением надвигающейся катастрофы ходила она по дому с глазами, обведенными темными тенями и гневной складкой у жесткого рта. А Герцтвуд, что вполне понятно, пришел домой в самом радужном настроении. Под впечатлением свидания с Кэрри и ее согласия он готов был петь от радости, он гордился собою, гордился своим успехом, гордился своей Кэрри. Он готов был обнять весь мир и в эту минуту не испытывал ни малейшей неприязни к жене. Ему хотелось быть добрым, забыть о ее присутствии и жить в атмосфере вновь возвращенной молодости и радости. Поэтому дом показался в этот вечер Герцтвуду каким-то особенно светлым и приятным. Впередней он нашел вечернюю газету, горничная положила ее на место, а жена забыла ее взять. В столовой сверкал покрытый белоснежной скатертью стол, уставленный фарфором и хрусталем. Через открытую дверь Герцтвуд заглянул на кухню, где в плите трещал огонь и готовился ужин. На маленьком дворике Джордж-младший возился со щенком, которого он недавно приобрел. Джессика играла на рояле в гостиной, и звуки веселого вальса отдавались в каждом уголке комфортабельной квартиры. Герцтвуду казалось, что все обитатели дома, как и он сам в хорошем настроении, что все склонны радоваться и веселиться. Ему хотелось сказать каждому что-нибудь приятное. Он с удовольствием оглядел накрытый стол и полированную мебель, затем поднялся в гостиную, чтобы в удобное кресло у открытого окна, и просмотреть газету. В гостиной он застал миссис Герцтвуд, которая поправляла прическу и, видимо, была всецело поглощена своими думами. Герцтвуд хотел загладить то неприятное впечатление, которое, возможно, осталось у его жены после утренней ссоры, и ждал лишь случая, чтобы сказать несколько ласковых слов или же дать согласие на то, что от него потребуют. Но миссис Герцтвуд упорно молчала. Ее муж сел в большое кресло, устроился поудобнее, развернул газету и приступил к чтению. Через несколько секунд он уже улыбался, увлекшись забавным описанием бейсбольного матча между командами Чикаго и Детройта. А пока он читал, миссис Герцтвуд украдкой наблюдала за ним в висевшем напротив зеркале. Она заметила благодушное настроение мужа, его веселую улыбку, и это вызвало в ней еще большее раздражение. Как он смеет вести себя так в ее присутствии после такого циничного равнодушия и пренебрежения, с каким он относился к ней и будет относиться до тех пор, пока она станет это терпеть. Она заранее предвкушала удовольствие, думая о том, как она выложит ему все, что накопилось у нее на душе, как будет отчеканивать каждое слово своего обвинительного акта, как будет бичевать виновного, пока не получит полного удовлетворения. Сверкающий меч ее гнева висел на волоске над головой мужа. А он тем временем наткнулся на потешную заметку об одном иностранце, который прибыл в город и попал в какую-то историю в игорном притоне. Это развеселило Герцтвуда, и, повернувшись в кресле, он рассмеялся. Ему очень хотелось как-то привлечь внимание жены, чтобы прочесть ей заметку. «Ха-ха-ха! Вот это здорово!» воскликнул он. Но миссис Герцтвуд продолжала приглаживать волосы и не обращала на мужа ни малейшего внимания. Герцтвуд переменил позу и стал читать дальше. Наконец он почувствовал, что должен что-то сказать или сделать, как-то излить свое хорошее настроение. Джулия, очевидно, еще не в духе из-за утренней размолвки, но это легко уладить. Конечно, она не права, но это несущественно. Пусть себе едет в Вокюшу хоть сейчас, если ей так хочется, и чем скорее, тем лучше. Он так и скажет ей при первом же удобном случае и все пройдет. «Ты обратила внимание?» начал он, пробежав другую заметку в газете. «Против железной дороги Иллинойс-Сентрал начат процесс. Хотят заставить ее очистить набережную. Ты читала, Джулия?» «Миссис Герцтвуд стоило большого труда ответить нет», резким тоном произнесла она. Герцтвуд насторожился. В голосе жены ему послышалась какая-то опасная нотка. «Давно пора», — продолжал он, обращаясь больше к самому себе, нежели к жене, ибо в ее поведении ему почудилось что-то неладное. Он снова взялся за чтением, в то же время прислушиваясь к малейшему звуку в комнате и стараясь угадать, что будет дальше. По правде говоря, человек столь умный, наблюдательный и чуткий, как Герцтвуд, не стал бы вести себя подобным образом с раздраженной женой, не будь он всецело поглощен другими мыслями. Если бы не Кэрри, если бы не его восторженное состояние от ее согласия, он не видел бы свой дом в таком приятном свете. Вовсе не дышал его дом в этот вечер уютом и весельем. Просто Герцтвуд глубоко заблуждался, и ему гораздо легче было бы бороться с надвигавшейся грозой, вернись он домой в обычном настроении. Почитав еще несколько минут, Герцтвуд решил, что надо так или иначе сдвинуть дело с мертвой точки. Жена, по-видимому, не намерена так легко идти на мировую. Поэтому он сделал первый шаг. «Откуда у Джорджа взялся этот пес, с которым он играет во дворе?» спросил он. «Не знаю», — отрезала миссис Герцтвуд. Герцтвуд опустил газету на колени и стал рассеянно глядеть в окно. «Не надо выходить из себя», — мысленно решил он. «Нужно быть настойчивым и любезным, и как-нибудь подипломатичнее наладить отношения». «Ты все еще сердишься из-за того, что произошло утром», — сказал он наконец. «Не стоит из-за этого ссориться. Ты можешь поехать в Окишу, когда тебе будет угодно». Миссис Герцтвуд круто повернулась к нему. «Чтобы ты мог остаться здесь и кое за кем увиваться, не так ли?» со злобой выпалила она. Герцтвуд оцепенел, словно получив пощечину. Все его примирительное настроение мигом испарилось, и он занял оборонительную позицию, подыскивая слова для ответа. «Что ты хочешь этим сказать?» — произнес он наконец, выпрямляясь и пристально глядя на преисполненную холодной решимости жену. Но миссис Герцтвуд, как будто ничего не замечая, продолжала приводить себя в порядок перед зеркалом. «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать», — ответила она таким тоном. Точно у нее был в запасе целый ворох доказательств, которые она пока еще не считала нужным приводить. «Представь себе, что не знаю», — упрямо стоял на своем Герцтвуд, насторожившись и нервничая. Решительный тон жены лишил его чувства превосходства в этой битве. Миссис Герцтвуд ничего не ответила. «Хм...» — пробормотал Герцтвуд, склоняя голову на бок. «Это беспомощное движение только показало его неуверенность в себе. Жена повернулась к нему, точно разъяренный зверь, готовясь нанести решительный удар. «Я требую денег на поездку в Вокишу завтра же утром», — заявила она. Герцтвуд в изумлении смотрел на нее. Никогда еще не видел он в глазах жены такой холодной стальной решимости, такого жестокого равнодушия к нему. Она отлично владела собой и, по-видимому, твердо решила вырвать власть в доме из его рук. Герцтвуд почувствовал, что у него не хватит сил для обороны. Он должен немедленно перейти в атаку. «Что это значит?» — воскликнул он, вскакивая. «Ты требуешь? Что с тобой сегодня?» «Ничего», — вспыхнула миссис Герцтвуд. «Я желаю получить деньги. Можешь потом распускать хвост перед кем хочешь». «Это еще что такое?» «Ничего ты от меня не получишь. Изволь объяснить, что значат твои намеки». «Где ты был вчера вечером?» — выкрикнула миссис Герцтвуд. И слова ее, точно горячая лава, полились на голову Герцтвуда. «С кем ты катался по бульвару Вашингтона? С кем ты был в театре, когда Джордж видел тебя в ложе? Что же ты думаешь, я дура? Меня можно водить за нос? Уж не полагаешь ли ты, что я по целым дням буду сидеть дома и мириться с твоим? Я занят, и мне некогда, в то время как ты веселишься и рассказываешь всем, будто я нездорова и не выхожу из дому. Так позволь тебе вот что сказать. Довольно с меня дипломатических разговоров. Я не позволю тебе тиранить меня и детей. У меня с тобой счеты покончены раз и навсегда». «Все это ложь!» — крикнул Герцтвуд. Он был загнан в тупик и не знал, что сказать. «Ложь? Да!» — в бешенстве повторила миссис Герцтвуд. «Но тотчас же не что это правда. А я говорю ложь!» — глухим и хриплым голосом огрызнулся муж. «Ты, видно, месяцами рыскала по городу в поисках гнусных сплетен, и теперь воображаешь, что поймала меня. Хочешь пустить в ход подобную выдумку и таким способом забрать меня в руки, но я тебе говорю, что этого не будет. Пока я нахожусь в этом доме, я здесь хозяин поняла, и я не позволю собой командовать». Он медленно надвигался на жену, в глазах его горел зловещий огонь. В этой женщине было что-то до того бездушное, наглое и заносчивое, такая уверенность в конечной победе, что Герцтвуд на миг ощутил желание задушить ее. А миссис Герцтвуд смотрела на него в упор холодным саркастическим взглядом, словно удав на свою жертву. «Я не командую тобой», — ответила она. «Я говорю тебе, чего я хочу». Эти слова были произнесены таким ледяным тоном, с такой заносчивостью, что Герцтвуд опешил. Он был не в силах перейти в наступление и требовать у нее доказательств. Он чутьем догадывался, что доказательства у нее есть, что закон будет на ее стороне. Вдобавок враждебный взгляд жены напомнил ему о том, что все его состояние переписано на ее имя. В эту минуту Герцтвуд напоминал могучий грозный корабль, лишившийся парусов и отданный во власть волн. «А я тебе говорю», — сказал он, овладев собой, — «что ты этого не добьешься». «Ну, а это мы еще посмотрим», — произнесла миссис Герцтвуд. «Я выясню свои права. Если ты не хочешь говорить со мной, то, может быть, поговоришь с моим адвокатом». Миссис Герцтвуд великолепно играла свою роль, и ее слова оказали свое действие. Герцтвуд почувствовал, что потерпел полное поражение. Он понял, что имеет дело отнюдь не с пустой похвальбой. Ему стало ясно, что он попал в чрезвычайно сложную ситуацию. Он не знал, как продолжать разговор. Вся сегодняшняя радость исчезла. Герцтвуд был встревожен, озлоблен и глубоко несчастлив. Что же теперь делать? «Поступай как тебе угодно», — сказал он наконец. «Я не желаю иметь с тобой ничего общего». И с этими словами он вышел из комнаты. Глава двадцать третья. «Душевные муки». Еще одна ступень позади. К тому времени, когда Кэрри добралась домой, ее снова стали терзать сомнения и опасения, всегда возникающие при недостатке решимости. Она никак не могла убедить себя, что поступила правильно, дав Герцтвуду обещание, и не знала, должна ли теперь сдержать свое слово. В его отсутствии она перебрала в уме все случившееся и обнаружила много таких препятствий, которые раньше во время пылких объяснений Герцтвуда не приходили ей в голову. Сейчас она сообразила, в какое двусмысленное положение поставила себя, согласившись выйти замуж за Герцтвуда, хотя он должен был считать ее замужней женщиной. Вспомнила она и многое из того, что сделал для нее в свое время молодой камевояжер, и подумала, что с ее стороны было бы очень некрасиво уйти от него, не сказав ни слова. А кроме того, что будет дальше? Сейчас она живет в уюте и комфорте, а это весьма убедительный аргумент для человека, который боится жизни. — Ведь ты не знаешь, что тебя ждет, — шептал ей внутренний голос. — На свете много бедствий, за стенами этого дома много несчастных женщин. Там люди ходят, протягивая руку за куском хлеба. Никогда нельзя знать, что случится с тобою. Вспомни-ка время, когда ты голодная бродила по городу. Не упускай того, что у тебя есть. Как ни странно, но, несмотря на чувства, которые Кэрри питала к Герцтвуду, ему не удалось подчинить ее себе. Она слушала, улыбалась, одобряла его намерения и все же окончательно не соглашалась. Очевидно, Герцтвуду не хватало силы воли, а страсти его той мощи, которая отметает в сторону разум, разбивает в дребезги все теории и доводы и на время отнимает всякую способность логического мышления. Почти каждому мужчине дано раз в жизни зажечься такой могучей страстью. Но обычно это бывает лишь в молодости, и тогда возникает счастливый союз. Герцтвуд, человек уже зрелый, не сохранил огня юности, хотя и был сейчас охвачен пылкой, безрассудной страстью. Эта страсть была достаточно сильна, чтобы вызвать в Кэрри влечение к нему, пожилой даже, чтобы заставить ее вообразить, будто она любит его. Такое нередко случается с женщинами, и причиной тому служит их склонность к любви и жажда сознавать, что они любимы. Желание быть под надежной защитой, стать предметом нежных забот, встречать во всем сочувствие неотъемлемые черта женского характера. А если к этому примешивается еще природная эмоциональность, то женщине бывает трудно отказать мужчине, и поэтому ей кажется, что она влюблена. Вернувшись домой, Кэрри переоделась и стала приводить в порядок комнату, так как уборка, которую производила горничная, не удовлетворяла ее. Особенно манера горничной расставлять мебель. Например, она неизменно задвигала в угол комнаты качалку, которую Кэрри любила ставить у окна. Сегодня она, поглощенная своими мыслями, не сразу заметила, что качалка не на своем месте. Часов около пяти пришел Друэ. Он был в весьма возбужденном состоянии, твердо решив узнать правду об отношениях между Кэрри и Герцтудом. Друэ весь день ломал над этой загадкой голову, и потому чувствовал себя усталым и хотел поскорее покончить с ней. Он не предвидел каких-либо серьезных осложнений, но все-таки не решался начать разговор. Кэрри, утомленная собственными раздумьями, сидела у окна и, покачиваясь в качалке, глядела на улицу. — Что ты сегодня так мечешься? — невинным голосом спросила она, удивленная торопливыми движениями и плохо скрываемым волнением Друэ. Друэ все еще колебался. Сейчас в присутствии Кэрри он не мог решить, как ему держать себя. Он не был дипломатом, он не умел читать чужие мысли и вообще не был наблюдателен. — Когда ты пришла домой? — с глупым видом спросил он. — С час назад, — ответила Кэрри. — А почему ты спрашиваешь? — Мне пришлось вернуться утром, и я не застал тебя, — продолжал Друэ. — Значит, ты куда-то уходила? — Да, я вышла погулять, — просто ответила Кэрри. Друэ смотрел на нее рассеянно. Несмотря на то, что самолюбие его в подобных случаях обычно молчало, он все же не решался начать разговор, однако он так пристально глядел на Кэрри, что та, наконец, не выдержала. — Почему ты так уставился на меня? — спросила она. — Что случилось? — Ничего, — ответил Друэ. — Я только думал... — Что ты думал? — с улыбкой спросила она, удивленной его странным поведением. — Нет, ничего, ничего особенного. — Почему же ты так странно смотришь на меня? — снова спросила она. Друэ стоял у туалетного столика, и вид у него был очень комичный. Он повесил шляпу, положил перчатки и теперь перебирал всевозможные вещицы на туалете, не зная, как начать разговор. Ему не хотелось верить, что эта красивая женщина замешана в столь неприятной для него истории. Он склонен был думать, что в конце концов ничего плохого не произошло, и все же в голове у него крепко засели слова горничной. Ему хотелось начать разговор без обиняков, но он не знал, как это сделать. — Куда же ты ходила утром? — нерешительно спросил он. — Я уже говорила тебе, что вышла погулять, — ответила Кэрри. — Это правда? — Ну, конечно, правда. — А почему ты спрашиваешь? Кэрри стала догадываться, что Друэ кое-что знает. Она внутренне насторожилась, и щеки ее слегка побледнели. — Я думал, что это, может быть, и не так, — произнес Друэ, которому никак не удавалось хотя бы на йоту придвинуться к цели. Кэрри глядела на него, и постепенно к ней возвращалась смелость, которая на время совсем было покинула ее. Она видела, что Друэ в затруднении, и чисто женской интуицией поняла, что оснований для особой тревоги нет. — Почему ты так разговариваешь со мной? — спросила она, наморчив хорошенький лобик. — Ты так смешно ведешь себя сегодня? — Я и чувствую себя в смешном положении, — отозвался он. Секунду они молча смотрели друг на друга. Наконец Друэ набрался храбрости и сделал решительный шаг. — Что у тебя с Герцтудом, — хотел бы я знать, — спросил он. — У меня с Герцтудом? — спросила Кэрри. — Что ты хочешь этим сказать? — А разве он не приходил сюда без конца, когда меня не было в городе? — Без конца? — дрогнувшим голосом повторила Кэрри. — Нет, я тебя совершенно не понимаю. Мне сказали, что ты с ним ездила кататься, что он приходил сюда каждый вечер. — Ничего подобного! — воскликнула Кэрри. — Это неправда. Кто тебе это сказал? Она покраснела до корней волос, но сумерки мешали разглядеть ее лицо. Видя, что Кэрри только отпирается, он вновь обрел уверенность. — Не все ли равно, кто? — заявил он. — Правда ли, что этого не было? — Разумеется, — ответила она. — Ты же знаешь, сколько раз он был здесь. Дроя снова задумался. — Я знаю только то, что ты мне говорила, — ответил он наконец. Он нервно зашагал по комнате, а Кэрри в смятении следила за ним. — Но я тебе не говорила ничего подобного, — сказала она, немного овладев собой. — На твоем месте, — продолжал Дроя, оставляя без внимания ее последние слова. — На твоем месте я не стал бы связываться с ним, ведь он женат. — Кто? — Кто женат? Запинаясь, переспросила Кэрри. — Как кто? Герстут, конечно, — ответил Дроя. От него не укрылось то впечатление, которое произвели его слова. — Герстут? — воскликнула, вскакивая Кэрри. Она то краснела, то бледнела, ошеломленная. Она не в состоянии была разобраться в том, что происходит у нее в душе. Комната ходуном ходила перед ее глазами. — Кто тебе сказал, что он женат? — спросила Кэрри, совсем забывая о том, что выдает себя, проявляя к этому такой интерес. — Да я сам знаю, — ответил Дроя. — Мне это очень давно известно. Кэрри тщетно пыталась собраться с мыслями. Вид у нее был жалкий и растерянный, но вместе с тем в душе ее шевелились чувства, ничего общего не имеющие с гибельной трусостью. — Мне казалось, я говорил тебе об этом, — добавил Дроя. — Нет, ты мне ничего подобного не говорил, — возразила Кэрри, вновь обретая дар речи. — Ты ничего подобного не говорил, — еще раз повторила она. Дроя в изумлении слушал ее, это было что-то новое. — А мне казалось, я говорил, — сказал он. Кэрри угрюмо обвела глазами комнату и подошла к окну. — Ты не должна была заводить с ним шашни после всего, что я для тебя сделал, — обиженным тоном произнес Дроя. — Ты? — воскликнула Кэрри. — Ты? — А что ты такое для меня сделал? В ее маленькой головке теснилось множество противоречивых мыслей, порождавших столь же противоречивые чувства. И стыд от сознания, что ее изобличили во лжи, и негодование на коварство Герствуда, и озлобление против Друэ, сделавшего ее посмешищем в собственных глазах, одно было ясно. Во всем виноват Друэ. В этом не могло быть никакого сомнения. Зачем он привел к ней этого Герствуда, женатого человека, ни словом не предупредив ее? Но не о Герствуде и о его вероломстве надо сейчас думать. А вот почему Друэ так поступил с нею? Почему он вовремя не предостерег ее, и теперь он, обманувший ее доверие, смеет еще стоять перед ней и говорить о том, что он для нее сделал? — Вот это мне нравится! — воскликнул Друэ, далеко не отдавая себе отчета в том, какую бурю вызвали его слова в душе Кеви. — По-моему, я очень многое для тебя сделал. — По-твоему? — Вот как! — отозвалась Кеви. — Ты обманул меня! Вот что ты сделал! Ты приводишь сюда своих приятелей и выставляешь их передо мной в ложном свете, а меня выдаешь за... О! — голос Керри сорвался, и она трагическим жестом сжала руки. — Но все-таки я не вижу, какая между всем этим связь, — сказал Друэ, окончательно растерявшись. — Ты не видишь, — сказала Керри, овладев собой и крепко стиснув зубы. — Конечно, ты не видишь, — продолжала она. — Ты вообще ничего не видишь. — Ты не мог вовремя предупредить меня, да? Ты молчал до тех пор, пока не стало поздно. — А теперь ты еще шпионишь за мной, собираешь сплетни и еще говоришь, что ты для меня много сделал. Друэ и не подозревал, что Керри способна на подобные вспышки. Она пылала от негодования, глаза ее метали искры, губы дрожали, и все тело трепетало от обиды, которая, по ее мнению, была ей нанесена. — Кто за тобой шпионит? — пробормотал Друэ. Он смутно осознавал, что виноват, но в то же время был вполне уверен, что с ним поступили очень нехорошо. — Ты, — бросила ему в ответ Керри, — ты отвратительный, самовлюбленный трус, вот ты кто! Будь тебе хоть что-то от настоящего мужчины, тебе бы и в голову не пришло так поступать. Друэ даже рот раскрыл от изумления. — Я не трус, — ответил он, — и я желаю знать, почему ты шляешься по городу с другими мужчинами. — С другими мужчинами? — воскликнула Керри. — С другими мужчинами? Ты прекрасно знаешь, с каким мужчиной. — Я часто выходила с мистером Герцтвудом, но кто в этом виноват? Разве не ты привел его сюда? Разве не ты предлагал ему навещать и развлекать меня, когда ты уезжаешь? А теперь, после всего этого ты приходишь и заявляешь, что я не должна выходить с ним, что он женатый человек? Произнеся последние два слова, Керри внезапно прервала свою речь и снова заломила руки. Мысль о коварстве Герцтвуда ранила ее, как острый нож. — О! — всхлипнула она, но прекрасно справилась с собой и не пролила ни слезинки. — Вот уж не думал, что ты начнешь шляться с ним, когда меня нет в городе, — сказал Дроя. — Ты не думал! — язвительным тоном повторила Керри, до глубины души возмущенная поведением этого человека. — Конечно, ты не думал. Ты ни о чем другом, кроме своего удовольствия, не думал. Ты полагал, что тебе удастся сделать из меня игрушку, что я буду для тебя приятной забавой. Так вот я тебе докажу, что этого не будет. С этой минуты я не желаю иметь с тобой ничего общего. Можешь получить назад свои длинные подарки и хранить их на память. Сорвав с груди маленькую брошку, Керри с силой швырнула ее на пол и забегала по комнатам, собирая кое-какие вещицы, которые принадлежали ей. Дроя, несмотря на свою злость, смотрел на Керри, как зачарованный. — Не пойму, почему ты бесишься, — наконец сказал он изумленно, — вся правда на моей стороне, а уж никак не на твоей. Ты не должна была так некрасиво вести себя после всего, что я для тебя сделал. — А что такое ты сделал для меня, пылая гневом? — спросила Керри. Она гордо откинула голову и чуть приоткрыла губы. — По-моему, я сделал совсем немало, — ответил Дроя, многозначительно обводя глазами комнату. — Разве я не покупал тебе все, что только тебе хотелось? Разве я не водил тебя повсюду, куда только тебе хотелось пойти? Ты получала столько же удовольствий, сколько и я, пожалуй, даже больше. Можно было сказать про Керри что угодно, но неблагодарной она не была. По ее понятиям, за полученное благо она платила достаточной признательностью. Она не нашлась, как ответить Дроя, однако ее гнев далеко не утих. Ей казалось, что камевая жор нанес ей непоправимую обиду. — Разве я тебя об этом просила? — сказала она. — Во всяком случае, я давала, а ты принимала, — парировал Дроя. — Можно подумать, что я тебя уговаривала, — воскликнула Керри. — Чего ты вздумал хвалиться тем, что ты для меня сделал? Наряды твои мне не нужны, я их не стану больше надевать. Можешь хоть сегодня получить их и делать с ними все, что угодно. Я ни одной минуты больше не останусь здесь. — Это мне нравится, — воскликнул в свою очередь Дроя, обозленный предчувствием грозящей утраты. — Использовать меня, а потом оскорбить и уйти. — Что ж, это очень по-женски. Я приютил тебя, когда у тебя ничего за душой не было, а теперь вдруг является другой, и я уже нехорош. Впрочем, я всегда думал, что этим рано или поздно кончится. Он был глубоко уязвлен тем, как отнеслась к нему Кэбби, и сознанием, что ему уже не удастся добиться справедливости. — И вовсе это не так, — сказала Кэдди. — Никому я не ухожу. А ты вел себя грубо, гадко и эгоистично, как, впрочем, и следовало ожидать. Я тебя ненавижу, слышишь? — Ненавижу! И ни одной минуты больше не останусь с тобой. Ты просто подлый! Кэдди запнулась и не добавила слова, которое готово было сорваться с ее губ. — Иначе ты не посмел бы так говорить, — закончила она. Кэдди взяла шляпу, накинула жакет на скромное вечернее платье, поправила волнистые пряди, выбившиеся из прически, на разгоряченные щеки. Она была злоблена, раздавлена горем, уничтожена. В ее больших глазах стояли слезы, но веки были сухими. Она рассеянно и неуверенно двигалась по комнате, бесцельно перекладывая вещи с места на место, принимая какие-то смутные решения и совсем не представляя себе, во что выльется их ссора. — Хорош конец, что и говорить, — сказал Дроя. — Уложила вещи и одью, не так ли? — Право тебе следует за это выдать приз. — Уж, конечно, ты сошлась с Герствудом, не то вела бы себя иначе. — Мне эти комнатенки не нужны, можешь не выезжать из-за меня, оставайся здесь, мне все равно. Но, черт возьми, ты со мной скверно поступила. — Я не стану жить с тобой, — спокойно сказала Кейли. — Я не хочу жить с тобой. Ничего, кроме бахвальства, я от тебя не слыхала за все время, что мы были вместе. — Вот уж ничего подобного, — возразил Дроя. Кейли направилась к двери. — Куда ты? — крикнул Дроя. Он сорвался с места и загородил ей дорогу. — Дай мне пройти. — Куда ты? — повторил он. Дроя был человек мягкосердечный, и, несмотря на горечь обиды, ему стало жаль Кейли, уходившую неизвестно куда. Кейли, ничего не ответив, дергал ручку двери, однако напряженность этого разговора оказалась ей не под силу. Она сделала еще одну тщетную попытку открыть дверь и вдруг разрыдалась. — Будь же благоразумна, Кейли, — ласково сказал Дроя. — Зачем тебе убегать отсюда? Тебе же некуда идти. — Оставайся здесь и успокойся. Я не стану беспокоить тебя. Я и сам не хочу здесь больше оставаться. Кейли, всхлипывая, отошла от двери к окну. Она была так измучена, что не могла произнести ни слова. — Будь же благоразумна, — повторил Дроя. — Я вовсе не намерен удерживать тебя силой. Если уж тебе так хочется, можешь уйти, но прежде обдумай все хорошенько. Бог видит, я тебе препятствовать не стану. Ответа не последовало, но мало-помалу, под действием его теплых слов, Кейли стала успокаиваться. — Оставайся здесь, а я уйду, — сказал, наконец, Дроя. Кейли слушала его самыми разноречивыми чувствами. Мысли ее точно шквалом отнесло от маленького причала логики, который все же не был лишен ее разум. Ее тревожило одно, сердило другое. Она терзалась собственной несправедливостью и несправедливостью Герцтвуда и Друэ к ней, и воспоминанием о доброте обоих, и мыслью о том, что за стенами этой комнаты лежит холодный мир, в котором она уже однажды потерпела поражение, и тем, что она больше не имеет права оставаться здесь. Все это вместе превратило ее в клубок трепещущих нервов, в потерявший якорь и схлестанная штормом утлая суденышка, способная лишь беспомощь нанестись по волнам. — Послушай, Керри, — сказал друг Друэ, которого, видимо, осенила какая-то новая мысль. — Не трогай меня, — прошептала Керри, отшатываясь, но не отнимая платка от заплаканных глаз. — Не огорчайся из-за нашей ссоры, Керри, — ну и ее, — снова начал Друэ. — Оставайся здесь до конца месяца, а тем временем ты решишь, как быть дальше, ладно? Керри не отвечала. — Право, так будет лучше, — продолжал Друэ. — Какой смысл сейчас укладываться? Тебе же некуда идти. Его слова по-прежнему остались без ответа. — Если ты сделаешь, как я говорю, мы больше не будем толковать об этом, и я уйду. Керри отъела от глаз платок и посмотрела в окно. — Ты согласна? — снова спросил он. — По-прежнему никакого ответа. — Согласна? — повторил он. Керри молчала и только рассеянно смотрела на улицу. — Да полно, Керри, — настаивал Друэ. — Ну, скажи, ты согласна? — Я не знаю, — тихо произнесла она, вынужденная что-то ответить. — Обещай мне, что ты так и сделаешь, и бросим об этом говорить, — снова сказал Друэ. — Ведь лучшего сейчас не придумаешь. Керри слушала его, но не могла собраться с мыслями, чтобы дать разумный ответ. Этот человек был ласков с нею. Его привязанность к ней нисколько не ослабела, и ее стали мучить угрызения совести. Она была в состоянии полной беспомощности. Что касается Друэ, то он сейчас переживал то, что переживает ревнивый любовник. В чувствах его царил полнейший сумбур. Тут была и ярость обманутого, и боль утраты, и горькое чувство поражения. Ему хотелось так или иначе отстоять свои права, но для этого он должен был удержать Керри и заставить ее понять свою ошибку. — Ну что, обещаешь? — торопил он ее. — Я подумаю, — ответила Керри. Вопрос таким образом остался открытым, но и это было уже кое-что. Казалось, буря пронесется мимо, лишь бы только им снова найти общий язык. Керри стало стыдно, а Друэ был огорчен. Он сделал вид, будто принимается укладывать свои вещи в чемодан. Керри из-под тяжка следила за ним, и в голове у нее начали зарождаться трезвые мысли. Правда, этот человек совершил ошибку, но разве не была виновата и она? При всем своем эгоизме Друэ был добр и ласков. Во время их ссоры он не сказал ей ни одного оскорбительного слова. С другой стороны, Герцтвуд оказался еще большим обманщиком, чем Друэ. Он делал вид, будто влюблен в нее. Он разыгрывал страсть и все время лгал и притворялся. О, коварство мужчин! Она любила его. Но теперь с ним все кончено. Она никогда больше не увидит Герцтвуда. Она напишет ему и выложит все, что о нем думает. Ну, а потом... Потом что она будет делать? Тут у нее, по крайней мере, есть квартира. Друэ, умоляющий ее остаться. Очевидно, все может идти по-старому, если только как-то уладить все дело. Во всяком случае, это лучше, чем улица. Лучше, чем остаться без крова. А пока она размышляла, Друэ рылся в ящиках, собирая сорочки и воротнички. Потом долго и усердно искал запонку. Он, по-видимому, не особенно торопился. Влечение Керри у него не исчезло. Он не мог себе представить, что вот он уйдет, и все будет кончено. Должно же найтись какое-то иное решение, какое-то средство заставить Керри признать, что он прав, а она не права. Тогда можно было бы заключить мир и навсегда захлопнуть двери перед носом Герцтвуда. Друэ был возмущен бесстыдной двуличностью этого человека. «А ты не думаешь попытать счастья на сцене?» спросил Друэ после продолжительного молчания. Его интересовало, что она намеревается делать. «Я еще ничего не решила», — сказала Керри. «Если хочешь попытаться, я помогу тебе. У меня много друзей в театральном мире». Керри ничего не ответила. «Не вздумай только уходить без денег», — сказал он. «Позволь мне помочь тебе. Здесь, в Чикаго, на свои силы нечего полагаться». Керри сидела в качалке и молча раскачивалась взад и вперед. «Я бы не хотел, чтобы тебе снова пришлось тяжко», — продолжал Друэ. Он опять принялся возиться с вещами, а Керри все продолжала раскачиваться. «Ты бы взяла, да рассказала мне все как есть», — немного погодя начал Друэ, «и больше мы к этому не возвращались бы. Ты что, в самом деле любишь Герцтуда?» «Зачем ты опять начинаешь сначала», — сказала Кэбби. «Ты сам во всем виноват». «Ничего подобного», — запротестовал Друэ. «Нет, именно ты виноват», — стояла она на своем. «И ты не должен был передавать мне эти сплетни». «Надеюсь, ты не зашла с ним слишком далеко», — продолжал Друэ, горя желанием успокоиться, получив отрицательный ответ. «Я не желаю говорить об этом», — заявила Кэрри, удрученная тем, что их примирение приняло такой комический оборот. «Что толку вести себя так, Кэт?» — не унимался Друэ. Он даже перестал собираться и выразительным жестом поднял руку. «Ты могла бы, по крайней мере, внести какую-то ясность в мое положение». «Не хочу», — буркнула Кэрри, видя в гневе единственное свое прибежище. «Что бы там ни было, во всем виноват только ты». «Значит, ты в самом деле любишь его», — произнес Друэ. В приливе негодования он бросил упаковывать чемодан. «Ах, перестань!» — воскликнула Кэрри. «Нет, не перестану», — рассверепел Друэ. «Я не позволю тебе дурачить меня. Ты можешь сколько угодно играть им, но себя я не дам водить за нос. Хочешь говорить — говори. Не хочешь — не надо, как тебе угодно. Но я не желаю, чтобы ты делала из меня дурака». Друэ запихал последние вещи в чемодан и захлопнул его, словно вымещая на нем свою злость. Потом он схватил пиджак, который снял, чтобы удобнее было собираться, взял перчатки и двинулся к выходу. «Можешь отправляться ко всем чертям!» — крикнул он, подойдя к двери. «Я тебе не мальчишка!» Он с Силой рванул дверь и шумно захлопнул ее за собой. Кэрри продолжала сидеть у окна, скорее пораженная, нежели оскорбленная этим внезапным взрывом ярости. Она не верила своим ушам. Друэ всегда был такой добродушный и покладистый. Где ей было разбираться в источниках человеческих страстей? Истинная любовь — вещь очень тонкая. Ее пламя мерцает, как блуждающий болотный огонек, и, танцуя, уносится в сказочные царства радостей. Оно же бушует, как огонь в печи. Увы, как часто оно питается ревностью. Глава двадцать четвертая. Остывшая зола. Лицо в окне. В эту ночь Герцтвуд не ночевал дома. Вместо того, чтобы после закрытия бара вернуться к себе, он отправился в отель «Палмер», где снял номер. Его мозг работал с лихорадочной быстротой. Поведение жены ставило под удар все его будущее. Он точно не знал, какую силу имеют ее угрозы, но в то же время нисколько не сомневался, что жена способна причинить ему множество неприятностей, если она будет продолжать свою линию. Очевидно, она приняла какое-то твердое решение и, к тому же, в стычке с ним сумела одержать весьма серьезную победу. Что будет дальше? Об этом-то и размышлял Герцтвуд, шагая взад и вперед, сперва по своей маленькой конторе, а потом по комнате в отеле, и не мог прийти ни к какому выводу. А миссис Герцтвуд, наоборот, решила не уступать выигранных позиций и не сидеть сложа руки. Теперь, когда она как следует запугала мужа, ей легко будет диктовать ему условия, а это, в свою очередь, приведет к тому, что ее слово станет законом. Отныне он вынужден будет давать ей столько, сколько она потребует, не то берегись. Как Герцтвуд будет себя вести, до этого ей не было никакого дела. Ее очень мало интересовало, вернется ли он домой. Жизнь в доме будет протекать без него даже более приятно. Она, миссис Герцтвуд, может теперь поступать как ей угодно, ни у кого не спрашивая совета. Вместе с тем она решила повидаться с адвокатом, а также нанять сыщика. Она должна, не мешкая, выяснить, каких преимуществ она может добиться. Герцтвуд шагал из угла в угол, обдумывая свое положение. Все имущество записано на имя жены. Не переставал он твердить себе. Как это было глупо с его стороны, черт возьми, как он мог быть таким ослом. Подумал он и о том, как все это отразится на его положении, управляющего баром. Если жена затеет скандал, я лишусь места. Владельцы бара не станут держать меня, если мое имя попадет в газеты. А друзья... О-о-о-о! Герцтвуда охватил новый прилив злобы при мысли о том, какие пересуды вызовет поведение его жены. Что будут печатать газеты? Все знакомые будут любопытствовать. Он должен будет что-то объяснять, отрицать. Словом, станет центром всеобщего внимания. А потом явится мистер Мой, выразит желание побеседовать с ним. И черт знает, во что это выльется. От этих беспокойных мыслей на лице Герцтвуда появилось много мелких морщинок, а на лбу выступила холодная испарина. Он не мог себе представить, чем кончится эта передряга, и не видел для себя ни малейшей лазейки. Среди этих тревог Герцтвуд вдруг вспомнил о Кэдри и об их уговоре на субботу. Как не запутаны были теперь его дела, обещание, данное Кэрри, нисколько не тревожило его. Свидание с ней было единственным просветом на темном фоне неприятностей. Вопрос об их отъезде он уладит к обоюдному удовлетворению, ведь она охотно подождет, если ему понадобится. Посмотрим, что покажет завтра, а там можно будет и поговорить с нею. Они условились встретиться в обычном месте. Герцтвуд видел перед собой хорошенькое личико Кэдри, ее изящную фигурку, и с горечью спрашивал себя, почему так нелепо устроена жизнь, что радость, которую он испытывает в присутствии этой женщины, не может длиться вечно. Насколько приятнее было бы тогда жить? Но тут же он снова вспоминал об угрозе жены, и лоб его опять покрывался испариной, и около глаз появлялись морщинки. Утром он пришел на службу прямо из отеля, и тотчас сел просматривать корреспонденцию, но почта не принесла ему ничего необычного. Почему-то у него было предчувствие, что он должен получить что-то с этой почтой, и он облегченно вздохнул, не найдя ничего подозрительного. К нему даже вернулся аппетит, которого не было, когда он встал, и он решил перед встречей с Кэдри зайти в кафе Гранд Пасифик и выпить кофе со сдобными булочками. Опасность, правда, не миновала, но она и не приняла пока что никакой определенной формы, а для Герцтвуда отсутствие новостей было равносильно хорошим новостям. Если бы только у него было время, как следует все обдумать, тогда, несомненно, нашелся бы какой-то выход. Нет-нет, не может быть, чтобы все это вылилось в катастрофу, и чтобы он так и не нашел пути к спасению. Однако он пал духом, когда, явившись в парк, он ждал бесконечно долго, а Кэдри так и не пришла. Час с лишним сидел он на обычном месте, потом встал и принялся нервно расхаживать по аллее, что могло задержать Кэдри. А вдруг его жена добралась до нее? Нет, этого не может быть. Что касается Друэ, то Герцтвуд не принимал его в расчет, ему даже в голову не пришло, что тот может что-нибудь узнать. Чем больше думал Герцтвуд, тем сильнее нервничал, но в конце концов решил, что ничего, вероятно, не случилось, а просто Кэдри почему-либо неудобно было уйти сегодня из дому. Поэтому от нее и письма не было утром. Но письмо, наверное, и еще будет, возможно, даже, что оно уже ждет его в конторе. Надо сейчас же сходить туда. Герцтвуд подождал еще немного, потом решил, что ждать больше не стоит, и уныло поплелся к конке на Мэдисон-стрит. Вдобавок ко всему, ясное до сих пор небо покрылось пухлыми облаками, скрывшими солнце, ветер изменил направление, и к тому времени, когда Герцтвуд достиг бара, уже собрался дождь, угрожавший затянуться на весь день. Герцтвуд тщательно просмотрел все письма, но от Кэдри не было ничего. Хорошо еще, что не нашлось ничего и от жены. Управляющий баром мысленно возблагодарил судьбу за то, что ему не приходилось ничего решать сейчас, когда нужно было о стольком подумать. Он снова заходил взад и вперед по комнате, внешне спокойный, но в душе чрезвычайно встревоженный. В половине второго он отправился завтракать в ресторан «Ректор», а, вернувшись, застал мальчика посыльного, дожидавшегося его в конторе. С тяжелым предчувствием взглянул Герцтвуд на мальчугана. Тот протянул ему письмо и сказал, «Мне приказано ждать ответа». Герцтвуд узнал почерк жены. Он быстро вскрыл конверт и принялся читать, ничем не выказывая своих чувств. Письмо было написано самым официальным тоном и притом в крайне холодных и резких выражениях. «Прошу немедленно прислать деньги, о которых я говорила. Они нужны мне для выполнения моих планов. Можешь, если хочешь, не жить дома. Это меня немало не интересует, но деньги мне нужны немедленно, поэтому не откладывай, и пришли с мальчиком». Герцтвуд прочел письмо и стоял, держа его в руках. От этой наглости у него перехватило дыхание. Он был разгневан и глубоко возмущен. Первым его порывом было написать в ответ лишь четыре слова «Убирайся ко всем чертям». Но он вовремя владел собой и, избрав полумеру, сказал мальчику, что ответа не будет. Затем он опустился на стул и, глядя перед собой невидящим взглядом, стал думать о том, к чему приведет этот шаг. Что теперь сделает жена? Какая гадина! Неужели она думает, что ей удастся запугать его и добиться полной покорности? Он сейчас же поедет домой и объяснится с ней, да. Слишком уж она зазналась. Таковы были первые мысли Герцтвуда. Однако вскоре к нему вернулась была и осторожность. Необходимо что-то предпринять. Близится минута развязки. Жена, надо полагать, не будет сидеть сложа руки. Он достаточно хорошо знал ее и не сомневался, что, задумав что-либо, она уже ни перед чем не остановится. Возможно даже, что она сразу передаст дело в руки адвоката. — Будь она проклята! — пробормотал Герцтвуд, стиснув зубы. Я проучу ее, если только она вздумает мне вредить. Пусть даже силой, но я заставлю ее заговорить другим тоном. Герцтвуд встал и, подойдя к двери, принялся глядеть на улицу. Заморосил дождь и, очевидно, затяжной. Пешеходы подняли воротники пальто, некоторые подвернули брюки. У тех, кто шел без зонтов, руки были засунуты в карманы. Над головами остальных реяли зонты, и улица напоминала собой колышущуюся, извивающуюся реку круглых черных матерчатых крыш. По мостовой с грохотом тянулась вереница телег и фургонов, и всюду люди старались, возможно, лучше укрыться от дождя. Но Герцтвуд почти не замечал этой картины перед его глазами, неотступно стояла сцена его будущего разговора с женой. Он мысленно требовал, чтобы она изменила свое поведение, угрожая, в противном случае, переломать ей все кости. В четыре часа снова пришло письмо, в котором просто говорилось, что если до вечера деньги не будут доставлены, она, миссис Герцтвуд, завтра же обо всем расскажет мистеру Фитцжеральду и мистеру Мою, а помимо того предпримет еще и другие шаги. Герцтвуд чуть не взвыл от злости, до такой степени разъярила его настойчивой жены. Ладно, он пошлет ей деньги. Он сам отвезет их ей. Он немедленно отправится к ней и как следует поговорит. Герцтвуд надел шляпу и стал искать зонтик. Сейчас он покончит с этим делом. Он кликнул кэп и, под унылый шум дождя, отправился домой на северную сторону. По дороге, обдумывая все подробности дела, он несколько остыл. Что знает его жена? Неужели она уже что-то предприняла? Может быть, ей удалось найти Кэрри или... Или Друэ? Что, если у нее есть какие-нибудь улики, и она готовится нанести удары с угла? О, эта женщина хитра. Она не стала бы его пугать, если бы не была уверена в своих силах. Герцтвуд уже начал жалеть о том, что он не пошел на какой-нибудь компромисс, что не послал ей требуемых денег. Но, может быть, еще не поздно. Он увидит, что можно сделать скандала, а она не хочет. К тому времени, когда Герцтвуд доехал до своего дома, он успел прочувствовать всю серьезность этой ситуации и мучительно надеялся, что решение придет само собой, и он найдет выход. Он вышел из Кэба и поднялся по ступенькам подъезда, но сердце его билось учащенно. Герцтвуд достал ключ и хотел было сунуть его в замочную скважину, но изнутри торчал другой ключ. Герцтвуд несколько раз дернул ручку, но дверь была на запоре. Он позвонил. Ответа не последовало. Герцтвуд позвонил вторично. На этот раз настойчивее, никто не отзывался. Он несколько раз бешено дернул звонок, но безуспешно. Тогда он спустился вниз. В доме под лестницей была еще одна дверь, которая вела на кухню. От воров она была защищена железной решеткой. Герцтвуд, подойдя к этой двери, тотчас же убедился, что она заперта изнутри, а окна кухни закрыты. Что это могло значить? Он позвонил и стал дожидаться. Наконец, убедившись, что никто не идет открывать, он отошел и вернулся к Кэбу. — По всей вероятности, никого нет дома, — сказал он, словно извиняясь перед возницей, который сидел, спрятав красное лицо в просторный брезентовый дождевик. — Я видел молодую девушку вон в том окне, — заметил тот. Герцтвуд посмотрел вверх, но в окне уже никого не было. Он угрюмо уселся в Кэб, испытывая одновременно и облегчение, и досаду. Так вот в чем их игра. Выгнать его из дому и заставить платить. Поистине, это уже переходит все границы. Герцтвуд вернулся в контору в еще большем смятении, чем раньше. Боже, в какую историю он попал. Как случилось, что дело приняло такой ужасный оборот? Да еще так быстро. Он не мог толком уяснить себе, как все это произошло. Положение казалось ему чудовищным, неестественным, ничем не оправданным. И сложилось как-то вдруг, само собой, помимо ни слова, ни записки от нее. И сейчас уже поздний вечер, а ведь они условились встретиться утром. Завтра они должны были встретиться вновь и уехать. Куда? Только теперь он осознал, что среди тревог и волнений последних дней забыл обдумать, как быть дальше с Кэрри. Он был безгранично влюблен, и при обычных обстоятельствах охотно пошел бы на большой риск, лишь бы добиться взаимности. Но теперь... Что же будет теперь? Вдруг и она что-нибудь узнала? Вдруг она тоже напишет ему, что ей все известно, и она с ним порывает. Судя по тому, как все складывалось, можно было ожидать и этого. Время шло, а денег жене он все не посылал. Герцвуд шагал взад и вперед по ярко натертому паркету своей конторы, засунув руки в карманы, нахмурив лоб и стиснув зубы. Хорошая сигара немного утешила его, но отнюдь не была панацеей против всех бед, обрушившихся на его голову. Время от времени он сжимал кулаки и принимался постукивать носком ботинка по полу, что было признаком волнения и напряженной работы мысли. Все это явилось для него чудовищным потрясением. И он только дивился, где же предел выносливости человеческого сердца. В тот вечер он выпил коньяку с содовой больше, чем когда-либо позволял себе раньше. Словом, Герцвуд мог бы сейчас служить олицетворением тяжелого душевного кризиса. Сколько Герцвуд не размышлял в тот вечер, ни к какому выводу он не сумел прийти. Он сделал лишь одно — отправил жене деньги. После продолжительной душевной борьбы, после двух или трех часов мучительных пререканий с самим собой, он в конце концов достал конверт, вложил в него необходимую сумму и медленно запечатал его. Затем Герцвуд позвал Гарри, мальчика при баре, отнеси вот это по указанному здесь адресу, сказал он, подавая ему конверт и передай лично миссис Герцвуд. Слушаю, сэр. Если ее не будет, принеси назад. Слушаю, сэр. Ты когда-нибудь видел мою жену? Из осторожности спросил Герцвуд, когда мальчик уже собрался идти. О, да, сэр, я знаю ее. Ну, ладно. Возвращайся скорее. Ответ будет? Не думаю. Мальчик ушел, а управляющий баром снова вернулся к своим невеселым думам. Ну вот, дело сделано. Не стоило столько времени ломать над этим голову. Он потерпел сегодня полный крах, и ему остается только примириться с этим. Но как отвратительно стать жертвой подобного вымогательства. Он рисовал себе, как его жена встречает мальчика у дверей и ехидно улыбается. Она возьмет в руки конверт, торжествуя свою победу. Если б можно было вернуть этот конверт, он бы вернул и оставил его у себя. Тяжело дыша, он вытер салбопот. Чтобы хоть немного отвлечься, Герцвуд присоединился к группе приятелей, беседовавших у стойки за стаканчиком виски. Он прилагал все усилия, чтобы заинтересоваться тем, что происходило вокруг, но это ему не удавалось. Его мысли то и дело возвращались к дому, и он воображал разыгравшиеся там сцены. Из головы у него не выходил вопрос, что сказала его жена, когда мальчик посыльный вручил ей конверт с деньгами. Часа через полтора мальчик вернулся. Очевидно, он передал конверт по назначению, так как, входя, он не полез за ним в карман. — Ну? — спросил Герцвуд. — Передал, сэр. — Моей жене? — Да, сэр. — Она что-нибудь сказала? — Она сказала, давно пора. Герцвуд гневно сдвинул брови. В этот вечер больше ничего сделать было нельзя. Герцвуд до полуночи ломал голову над тем, как ему теперь быть, а потом, как и накануне, отправился в отель Палмер. — Что принесет с собой утро? — думал он. Эта мысль долго не давала ему уснуть. На следующий день он снова отправился в бар и стал рассматривать почту, томимой опасениями и надеждами. От Кэдли ни слова. Ни слова и от жены, что было очень приятно. То, что он уже отправил деньги, что миссис Герцвуд приняла их, почти успокоило его. Дело сделано. Гнев постепенно утихал, и появились даже надежды на мир. Сидя за столом у себя в кабинете, он размышлял о том, что в ближайшую неделю-две его жена, вероятно, ничего не предпримет, а он тем временем успеет все обдумать. Обдумывание началось с того, что мысли его снова вернулись к Кэрри и к тому плану, который ему предстояло разработать, чтобы увести ее от Дрое. Как же теперь быть? Чем больше он старался угадать, почему она не пришла на свидание и даже не написала ему ни слова, тем больше это огорчало его. Он решил сам написать ей до востребования на почтамт западной стороны, попросить у нее объяснение и назначить новое свидание. Но мысль, что это письмо едва ли дойдет до Кэрри раньше понедельника, чрезвычайно беспокоила его. Надо придумать какой-то более быстрый способ, но какой? Не менее получаса Герцфуд размышлял только об этом. Отправить к ней посыльного или самому съездить? Нет, этим он только разоблачит себя. Я, видя, что время уходит зря, он набросал письмо и вновь предался своим мыслям. Час шел за часом, и постепенно таяли надежды на соединение с Кэрри, к чему он так стремился. Еще так недавно он надеялся, что в это время будет радостно помогать ей устраивать новую жизнь, а тут уже близится вечер, и еще ничего не сделано. Часы пробили три, четыре, пять, шесть. Письма все не было. Управляющий баром мрачно шагал по кабинету, переживая свое жестокое поражение. Миновала хлопотливая суббота, наступило воскресенье, а он все еще ничего не сделал. По воскресеньям бар был закрыт, и Герцтвуд весь день пробыл наедине со своими мыслями, вдали от дома, лишенный возбуждающего шума бара, разлученный с Кэрри и бессильный хоть сколько-нибудь изменить свое положение. Так скверно он не проводил еще ни одного воскресенья в своей жизни. В понедельник со второй почты пришел конверт весьма официального вида, и Герцтвуд некоторое время с любопытством разглядывал его. На конверте был штемпель конторы юристов Макгрегор, Джеймс и Гей. Письмо начиналось холодным, милостивый государь, настоящим доводим до вашего сведения и так далее. Из письма яствовало, что миссис Джулия Герцтвуд обратилась в контору с просьбой урегулировать некоторые вопросы, касающиеся ее содержания и права на собственность, и его, мистера Герцтвуда, просят срочно зайти для переговоров по этому поводу. Герцтвуд несколько раз подряд внимательно прочел письмо и только покачал головой. Похоже было на то, что его семейные неурядицы только еще начинаются. Да, — вслух произнес он некоторое время спустя, только этого не доставало. Сложив письмо, он спрятал его в карман. В довершении неприятностей от Келли по-прежнему ничего не было. Теперь у Герцтвуда не оставалось никаких сомнений. Она узнала, что он женат и возмущена его обманом. Утрата была тем мучительнее, что именно теперь он больше всего нуждается в Керри. Он подумывал о том, чтобы пойти к ней и настоять на свидание, если в самом скором времени она не пришлет ему письма. Мысль, что Керри покинула его, глубоко угнетала Герцтвуда. Он страстно любил ее. И теперь, когда ему грозила опасность потерять ее, она оказалась ему еще более желанной. Ему мучительно хотелось услышать хотя бы одно ее слово. Он с грустью вызывал в воображении лицо Керри. Что бы она ни думала, он не может, да и не хочет терять ее. Он не позволит ей ускользнуть. Что бы ни случилось, он должен уладить этот вопрос как можно скорее. Да, он пойдет к ней и расскажет о разладе в своей семье. Он скажет ей, как нуждается в ее любви. Не может быть, чтобы она отвернулась от него в такую минуту. Нет, это невозможно. Он будет умолять ее, пока ему удастся смягчить ее гнев, пока она не простит его. И вдруг он подумал, а если ее там нет? Если окажется, что она ушла оттуда? Он вскочил на ноги. Было невыносимо сидеть сложа руки и думать. Тем не менее, его волнение не повлекло за собой никаких действий. Во вторник продолжалось то же самое. Ему удалось уговорить себя пойти к Керри, но когда он дошел до Огдон-сквер, ему показалось, что за ним следят, и он немедленно повернул обратно. Он не дошел целого квартала до дома Керри. Однако дорога доставила Герцтвуду неприятные минуты. Он сел в вагон-конке, которая повезла его обратно по Рэндолф-стрит, и неожиданно очутился перед зданием фирмы, в которой работал его сын. Сердце его болезненно сжалось. Он неоднократно заходил сюда проведать Джорджа, а теперь тот и не подумает повидаться с ним. Очевидно, никто из детей даже не заметил его отсутствие. Да, таковы превратности судьбы. Герцтвуд вернулся в бар и, присоединившись к группе приятелей, принял участие в общей беседе. Ему казалось, что праздная болтовня притупляет душевную боль. Пообедав в этот вечер в ресторане «Ректор», Герцтвуд поспешил обратно в бар. Только там, среди блеска и суеты, он находил некоторое облегчение, он занимался всякими мелочами и останавливался поболтать с каждым знакомым. Еще долго после того, как все разошлись, Герцтвуд продолжал сидеть у себя в кабинете и покинул его, лишь когда ночной сторож, совершая обход своего участка, дернул с улицы дверь, проверяя, хорошо ли она заперта. В среду Герцтвуд снова получил вежливое письмо от фирмы МакГрегор, Джеймс и Гейл. Оно гласило «Милостивый государь!» Настоящим сообщаем, что нам предложено ждать вашего ответа до завтра, четверг, до часа дня, прежде чем подавать в суд о разводе и о назначении содержания вашей жене. Если до того времени мы не получим от вас ответа, мы будем считать, что вы не желаете идти на какое-либо соглашение, и будем вынуждены принять соответствующие меры. С глубоким почтением. «Идти на соглашение!» С горечью воскликнул Герцтвуд. «Идти на соглашение!» Он снова скорбно покачал головой. Теперь все стало ясно. По крайней мере, он знал, чего ему ждать. Если он не пойдет к адвокатам, те сейчас же начнут бракоразводный процесс. Если же он пойдет к ним, ему предложат такие условия, от которых вся кровь закипит у него в жилах. Герцтвуд сложил письмо и присоединил его к первому, уже лежавшему у него в кармане. Затем он надел шляпу и вышел на улицу, чтобы немного освежиться. Глава двадцать шестая. Павший посланник судьбы. В поисках выхода. Друэ ушел. И Кэрри долго прислушивалась к его удалявшимся шагам, еще как следует не отдавая себе отчета в том, что случилось. Она только сознавала, что он ушел разъяренный, и прошло некоторое время, прежде чем она задалась вопросом, вернется ли Друэ, если не сейчас, то вообще. Она медленно обвела взглядом утопавшую в сумерках комнату и подумала о том, что чувствует себя здесь совсем не так, как раньше. Затем она встала, подошла к туалету и, чиркнув спичкой, зажгла газ. Потом вернулась к своей качалке и принялась размышлять. Прошло немало времени, прежде чем молодой женщине удалось собраться с мыслями, и тогда одна непреложная истина предстала перед нею. Она, Кэрри, осталась совсем одна. Что, если Друэ больше не вернется? Что, если больше не даст даже знать о себе? Ведь тогда конец этим уютным комнатам, ей придется уйти отсюда. Надо отдать Кэрри справедливость. Ей ни разу даже в голову не пришло искать помощи у Герцтвуда. О нем она могла думать лишь с болью в душе, глубоко сожалея о случившемся. По правде сказать, Кэрри была потрясена и изрядно напугана подобным проявлением человеческой лживости и коварства. Человек этот обманул бы ее и глазом не моргнув. Она могла бы очутиться в еще худшем положении, чем теперь. И, несмотря на все это, она не в силах была отогнать от себя образ Герцтвуда, забыть его облик и манеры. Только один этот поступок казался таким странным и гадким. Он так резко противоречил всему, что она умом и сердцем знала об этом человеке. И так она совсем одна. Снова блуждать по торговой части города? — А есть ли на сцену? — Да-да, Друэ говорил ей об этом. Но есть ли там для нее хоть какая-нибудь надежда? Кэрри покачивалась в качалке взад-вперед, углубившись в свои мысли, перескакивавшие с одного на другое. Минута бежала за минутой, и вскоре наступила ночь. Кэрри еще ничего не ела, тем не менее она сидела и все думала и думала. Наконец она вспомнила, что давно уже голодна, и, поднявшись с качалки, направилась к буфету в задней комнате, где еще оставалось кое-что от завтрака. С каким-то странным чувством смотрела Кэрри на эти остатки. Еда значила для нее сегодня больше, чем обычно. Кэрри принялась за ужин, и тут у нее внезапно возникла мысль. Сколько у нее денег? Эта мысль показалась ей очень важной, и немедленней минуты она встала и пошла за сумочкой, которая лежала на туалете. В ней оказалось семь долларов и немного мелочи. Сердце Кэрри болезненно сжалось, как только она убедилась, какой ничтожной суммой она располагает. В то же время она порадовалась, что за квартиру уплачено до конца месяца. Невольно задумалась она и над тем, что стала бы делать, если бы, поддавшись порыву, ушла на улицу в самом начале ссоры с Дроя. Если вообразить, в каком положении она могла бы оказаться, то действительность казалась даже приятной. Сейчас, по крайней мере, у нее еще было впереди немного времени, а потом, кто знает, может быть, все еще уладится в конце концов. — Правда, Дроя ушел. Ну что ж из этого? Судя по всему, едва ли он серьезно рассердился. Скорее всего, он просто вспылил. Он еще вернется. О, он без сомнения вернется. Вон там в углу стоит его трость, а вот валяется один из его воротничков, в шкафу висит его летнее пальто. Кэрри окинула взглядом комнату и, увидев другие вещи Дроя, попыталась убедить себя, что он вернется. Но, увы, то и дело мелькала прежняя мысль. Ну, положим, он придет, а что дальше? Вот тут-то возникала еще одна проблема, почти столь же для нее тревожная. Ведь ей придется говорить с ним и что-то ему объяснять. Он захочет, чтобы она признала его правоту. Нет, жить с ним она не сможет. В пятницу Кэрри вспомнила о свидании с Герцтвудом, которое было назначено в этот день. В тот час, когда, согласно своему обещанию, Кэрри должна была встретиться с ним, она особенно ясно и остро почувствовала всю тяжесть постигшего ее несчастья. Она была в таком нервном напряжении, что ей казалось необходимым что-то делать, что-то предпринять. В одиннадцать часов утра, надев скромное коричневое платье, она отправилась в деловую часть города. Она должна найти себе работу. Дождь, собиравшийся уже с полудня, палил в час дня и заставил Кэрри вернуться домой и выждать лучшие погоды, а Герцтвуду на весь остаток дня в конец испортил настроение. На следующий день была суббота, и многие предприятия заканчивали работу в двенадцать часов. Утро выдалось ясное, воздух благоухал, а деревья и трава сверкали яркой зеленью после прошедшего накануне дождя. Кэрри вышла из дому, ее встретил веселый хор чирикающих воробьев. Глядя на чудесный парк, она невольно подумала о том, как радостна жизнь для тех, кого не гнетут заботы, и ей мучительно захотелось, чтобы какой-нибудь непредвиденный случай дал ей возможность сохранить прежнее обеспеченное положение. Ей вовсе не нужен ни Друэ, ни его деньги, и она не желает так же встречаться с Герцтвудом, только бы на душе у нее было так же спокойно, как до сих пор. Ведь в конце концов она все же была счастлива, во всяком случае счастливее, чем теперь, когда перед нею встала необходимость самой пробивать себе путь в жизни. Было 11 часов, когда Кэрри очутилась в торговой части города, и до окончания рабочего дня оставалось уже немного времени. Она не сразу подумала об этом, подавленная суровая, изнуряющая атмосфера этих мест, воспоминаниями о злоключениях, пережитых когда-то. Она шла медленно, стараясь уверить себя, что ищет работу, но в то же время думала, что, пожалуй, и нет особой необходимости так спешить. Свободные места попадаются не очень-то часто, да она могла и обождать несколько дней. Она далеко еще не была уверена, что ей и впрямь придется стать лицом к лицу с ненавистной проблемой заботы о куске хлеба. Так или иначе, вдруг подумала Кэрри, хоть одно изменилось к лучшему, она знала, что много выиграла в смысле внешности, ее манеры значительно изменились, одета она была к лицу, и мужчины, которые раньше с равнодушным видом оглядывали ее из заполированных стоек и внушительных перегородок, теперь смотрели на нее ласково, и в глазах у них вспыхивали огоньки. Конечно, это придавало ей сознание своей силы и радовало, но не успокаивало окончательно. Впрочем, размышляла Кэрри, она ищет только того, что может достаться ей прямым и законным путем, и не примет ничего похожего на личное одолжение. Да, ей нужен заработок, но ни один мужчина не купит ее подачками и лживыми уверениями, она будет честно зарабатывать на жизнь. «Магазин закрывается по субботам в час дня», гласила надпись на одной из дверей, возле которой Кэрри остановилась с намерением войти и справиться о работе. Эта надпись доставила молодой женщине большое удовольствие, так как несколько оправдывала ее перед самой собой. Заметив целый ряд подобных надписей на дверях различных предприятий, Кэрри решила, что на этот раз нет никакого смысла продолжать поиски, так как часы показывали уже четверть первого. Она села в конку и отправилась в Линкольн-парк. Там всегда было на что посмотреть цветы, зверюшки, маленькое озеро. Она успокаивала себя мыслью, что в понедельник встанет рано и как следует займется поисками работы. До понедельника многое еще может случиться. Воскресный день прошел в таких же сомнениях, тревогах, надеждах и невесть, каких еще сменявших одно-другое настроениях. Каждые полчаса Кэрри вновь и вновь вспоминала, что нужно действовать, действовать немедленно, и эта мысль была для нее точно жгучий удар бича. Порой уже, глядя вокруг, она пыталась уверить себя, что положение не так уж скверно, что так или иначе все кончится благополучно. В такие минуты она задумывалась над советом Друэ идти на сцену, и ей начинало казаться, что на этом поприще ее ждет успех. Она твердо решила на следующий день отправиться на поиски работы именно в театры. Итак, в понедельник Кэрри встала рано и тщательно оделась. Она не имела ни малейшего представления о том, куда нужно обращаться, чтобы поступить на сцену, но решила, что, скорее всего, следует обратиться прямо в театр. Нужно войти в какой-нибудь театр, узнать, где принимает директор и спросить насчет работы. Если свободное место есть, она, возможно, получит его, в противном случае директор, по крайней мере, скажет ей, где искать. Кэрри никогда не сталкивалась с театральной средой и не имела понятия о чудачествах актерской богемы и о свободе царящих там нравов. Она знала, что мистер Гейл занимал видный пост в театре, но, будучи в дружбе с его женой, ни за что не хотела обращаться к нему с просьбой. В то время особое одобрение публики снискала чикагская опера, и о директоре ее, Дэвиде Гендерсоне, шла хорошая слава. Кэрри видела там две-три эффектных постановки, слышала и о других. Она не знала, кто такой Гендерсон, не имела понятия о том, как следует обращаться с подобной просьбой, но инстинктивно чувствовала, что у него может найтись для нее что-нибудь подходящее, поэтому она и отправилась туда. Кэрри храбро вошла в подъезд, оттуда в роскошный, раззолоченный вестибюль, где висели в рамках фотографии сцен из последних спектаклей, и уже направилась было к тихой билетной кассе, но вдруг решимость покинула ее, и она не могла заставить себя идти дальше. Известный опереточный комик служил в ту неделю приманкой для публики, и театр был так разукрашен широковещательными афишами, что Кэрри вдруг прониклась благоговейным ужасом, очутившись в этой атмосфере величия и блеска. Что тут может быть для нее? Она даже вздрогнула при мысли о своей дерзости, за которую ее могли просто выгнать. У нее хватило духу лишь на то, чтобы постоять и посмотреть броские фотографии. Потом она поспешила уйти. Ей казалось, что она счастлива и избегла опасности, и она решила, что приходить с улицы в театр и надеяться на работу сущее безумие. В тот день этим маленьким испытанием и закончились ее поиски. Она еще немного побродила по улицам, оглядывая небольшие театрики, но только снаружи. Потом постояла возле запомнившихся ей театров Маквикера и Большой Оперы, которые пользовались тогда большим успехом, и пошла прочь. Она сильно упала духом. Ее снова стало мучить сознание величия недоступной ей жизни и ничтожность ее попыток соприкоснуться с тем, что в ее понимании было обществом. Вечером зашла миссис Гейл, и завязавшаяся между ними болтовня помешала Керри поразмыслить над тем, что готовила ей судьба. Но перед тем, как лечь спать, она снова очутилась во власти самых мрачных дум и предчувствий. Друэ не показывался. Ни от него, ни от Герствуда не было никаких известий. Она истратила из своего драгоценного запаса целый доллар на еду и конку. Ясно, что так долго тянуться не может, тем более, что работы она никакой не нашла. Невольно ее мысли перенеслись на Ванбюрн-стрит, к сестре, которую она не видела ни разу со дня своего бегства, и к родному дому в Колумбии-Сити, куда, казалось, ей уже нет возврата. Впрочем, она не собиралась искать там пристанище, а Герствуде она вспоминала беспрестанно, но мысли эти не приносили ей ничего, кроме горя. Как жестоко было с его стороны так обмануть ее. Наступил вторник, а с ним опять нерешительность и раздумья. После неудач, которую она потерпела накануне, Кэрри не особенно торопилась снова пускаться на поиски работы. Тем не менее, она горько упрекала себя в малодушии и в конце концов вышла на улицу с целью еще раз заглянуть в Чикагскую оперу. У нее едва хватило смелости войти в вестибюль театра. Все же она заставила себя подойти к кафе и спросить, где можно видеть директора. Директора труппы или директора театра? Переспросил фронтоватый молодой кастир, которому видно понравилась внешность Кэрри. «Я и сама не знаю», ответила Кэрри, озадаченная его вопросом. «Директора театра вы сегодня уже не увидите», сообщил ей молодой человек, «его нет в городе». Заметив растерянность Кэрри, он добавил, «А зачем вам директор?» «Я хотела спросить его, не найдется ли для меня какая-нибудь работа», ответила Кэрри. «В таком случае вам следует обратиться к директору труппы», посоветовал «Нет». «Когда же он будет?» спросила Кэрри, несколько ободренная добытыми сведениями. «Пожалуй, вы застанете его между одиннадцатью и двенадцатью, иногда он бывает так же и после двух». Кэрри поблагодарила и быстро вышла из вестибюля, а молодой человек посмотрел ей вслед из окошечка своей золоченой клетки. «Не дурна», решила он, и воображение начал рисовать ему весьма лестные знаки внимания, которые могла бы оказать ему молодая посетительница. В большой опере гастролировала одна из известных опереточных труп того времени. Здесь Кэрри хотела поговорить с директором труппы. Она не имела понятия о том, как узкие полномочия этой персоны, не знала и того, что на вакантное место в труппе сейчас же пригласили бы кого-нибудь из Нью-Йорка. «Его кабинет наверху», сказал ей кассир. В кабинете директора оказалось несколько человек, двое стояли у окна, третий беседовал с кем-то, сидевшим за шведским бюро. Это и был директор. Сильно волнуясь, Кэрри обвела взглядом комнату и ей стало страшно при мысли, что придется изложить свою просьбу в присутствии стольких людей, тем более, что двое у окна уже внимательно разглядывали ее. «Ничего не могу поделать», услышала она слова директора. «Мистер Фроман установил твердое правило посторонних за кулисы не пускать, нет, нет». Кэрри робко стояла в ожидании, в кабинете были стулья, но никто и не подумал предложить ей сесть. Посетитель, с которым разговаривал директор, ушел с унылым видом. Театральный сановник углубился в какие-то лежавшие перед ним бумаги, точно это были документы необычайной важности. «Читал сегодня в Геральде про Ната Гудвина Гэррис, обратился один актер к другому. Нет», — ответил тот, «а что такое? Вчера в театре Гулли он обратился к публике с целой речью, вот, посмотри сам». Гэррис подошел к столу и стал рыться в газетах, разыскивая упомянутый номер Геральда. «В чем дело?» спросил директор, поднимая глаза на Кэрри и, очевидно, впервые заметив ее. Он подумал, что она пришла просить контрамарку. Кэрри собрала все свое мужество, которого осталось совсем немного. Она понимала, что ее совсем неопытную в этом деле неизбежно ждет отказ. она была настолько уверена в этом, что сделала вид, будто пришла лишь за советом. «Не можете ли вы мне сказать, как можно поступить на сцену?» В конце концов, это был, пожалуй, самый лучший подход к делу. Своим вопросом Кэрри до некоторой степени заинтересовала важную персону, восседавшую в кресле за столом. Наивная просьба и манера молодой женщины понравились директору. Он улыбнулся. Улыбнулись и остальные двое, стараясь, впрочем, скрыть, что им смешно. «Не знаю, право, что вам сказать», отозвался директор, бесцеремонно разглядывая стоявшую перед ним посетительницу. «А у вас есть какой-нибудь сценический опыт?» «Очень маленький», ответила Кэрри, «Я участвовала лишь в любительских спектаклях». Своим ответом Кэрри хотела как-нибудь поддержать интерес, который ей удалось пробудить в директоре. «И вы никогда не обучались драматическому искусству», продолжал тот, напуская на себя важный вид с целью произвести должное впечатление как на Кэрри, так и на своих приятелей. «Нет, сэр». «Хм, в таком случае я право не знаю», ответил он, лениво откидываясь назад вместе с креслом и не смущаясь тем, что Кэрри продолжает стоять. «А почему вам так хочется попасть на сцену?» Кэрри растерялась от дерзости этого человека, все же она улыбнулась в ответ на его наглую, но не лишенную приветливости усмешку и ответила «Должна же я как-то существовать?» «Ах, вот, что отозвался тот, заинтересованный красивой посетительницей и тут же подумал о возможности завязать многообещающее знакомство. Конечно, это вполне уважительная причина, но Чикаго, видите ли, не место для начинающих. Вам нужно ехать в Нью-Йорк, там больше возможностей, здесь нечего и надеяться на то, что вам дадут ход». Кэрри улыбнулась в знак благодарности за то, что он снизошел до разговора с нею. Директор, заметивший улыбку, истолковал ее несколько иначе. Он решил, что ему представляется удобный случай для маленького флирта. «Присядь, пожалуйста», сказал он, придвигая стул поближе к своему креслу и еле заметно понижая голос, чтобы другие присутствующие не могли расслышать его. Двое у окна перемигнулись. «Ну, я ухожу, барни», сказал один из них, обращаясь к директору, увидимся после обеда. «Ладно», отозвался директор. Актер, оставшийся в кабинете, взял газету и сделал вид, будто читает ее. «И вы уже решили, какие роли хотели бы играть?» вкратчиво спросил директор. «Нет», созналась Кэрри, «но я согласилась бы для начала на что угодно». «Понимаю», произнес директор, «вы живете здесь, в городе?» «Да, сэр». Директор улыбнулся любезнейшей улыбкой, «а вы не пытались поступить в статистки?» с конфиденциальным видом спросил он. Кэрри начинала ощущать неприятную слащавость в манерах этого человека. «Нет», ответила она. «С этого начинает большинство актрис», продолжал директор, «прекрасный способ приобрести сценический опыт». Произнося эти слова, он ласково и убеждающе глядел на Кэрри. «Я этого не знала», сказала она. «Попасть в статистки тоже трудно», продолжал директор, «но иногда может помочь случай». «Потом как будто что-то вспомнив, он вытащил часы и взглянул на них. У меня в два часа деловое свидание», сказал он, «а потому мне нужно идти, чтобы успеть позавтракать. Может быть, вы составите мне компанию, закусим и поговорим о деле». «Ах, нет», воскликнула Кэрри, которой стало сразу ясно поведение этого человека, «мне самой нужно кое-кого повидать». «Очень жаль», сказал директор, поняв, что действовал чересчур поспешно и что теперь Кэрри по всей вероятности уйдет. «Заходите в другой раз, возможно, я услышу о чем-нибудь подходящем для вас». «Благодарю вас», с дрожью в голосе отозвалась Кэрри и поспешно вышла. «Хорошенькая девчонка», заметил молодой человек, не уловивший всех подробностей разыгравшаяся на его глазах сцена. «Ничего», согласился директор, огорченный тем, что, видимо, игра проиграна. Но, должен вам сказать, актриса из нее никогда не выйдет, разве что статистка, не больше. Это маленькое приключение убило в Кэрри всякую охоту идти в «Чикагскую оперу». Но, в конце концов, она все же решилась на этом. Там директор оказался человеком более степенным и напрямик заявил, что никаких вакансий у него нет и явно считал ее поиски глупой затеей. «Чикаго не место для начинающих», заявил он, «начинать нужно в Нью-Йорке». Однако Кэрри не сдавалась и побывала еще в театре Маквикера, но там она никого не застала. В этом театре шла пьеса «Старое пепелище», но режиссера, к которому направили Кэрри, ей так и не удалось разыскать. Эти небольшие странствия отняли у Кэрри почти весь день, и было уже четыре часа, когда, почувствовав усталость, она направилась домой. Она отлично понимала, что необходимо продолжать поиски и наводить справки где только можно, но слишком уж много разочарования принесли с собой ее хлопоты. Кэрри села в конку и через три четверти часа была уже на Огденсквер, однако решила доехать до почтамта на западной стороне, где она обычно получала письма от Герцлуда. Там оказалось для нее письмо, отправленное в субботу. Кэрри быстро вскрыла его и прочла, обуреваемое противоречивыми чувствами. В письме было столько тепла, столько сожаления и сетований на то, что Кэрри не пришла на свидание, а потом так долго молчала, что ей невольно стало жаль Герцлуда. Он любил ее, это ясно. Вся беда в том, что он осмелился полюбить ее, будучи женатым. Подумав, что такое письмо как-никак заслуживает ответа, она решила написать ему и сообщить, что ей все известно и что она преисполнена справедливого негодования. Она объявит ему, что отныне между ними все кончено. Дома Кэрри тотчас же занялась письмом. Оно отняло у нее немало времени, задача была не из легких. Едва ли я должна вам объяснять, почему я не пришла на свидание. Как могли вы так обмануть меня? Вы понимаете, что теперь я не хочу иметь с вами ничего общего, ни при каких обстоятельствах. О, как могли вы так нехорошо поступить со мной? Вы причинили мне больше горе, чем можете вообразить. Надеюсь, вы скоро преодолеете свое чувство ко мне. Мы никогда не должны больше встречаться. Прощайте. на утро Кэрри, дойдя до первого перекрестка, нехотя опустила письмо в почтовый ящик, далеко не уверенная, что она правильно поступает, а затем снова направилась в торговую часть города. В универсальных магазинах, куда Кэрри обращалась в поисках работы, была как раз полоса затишье, но изящную и привлекательную молодую женщину выслушивали более внимательно, чем других просительниц. И снова ей задавали вопросы, которые были ей так хорошо знакомы, что вы умеете делать? Работали ли раньше в магазинах? Есть ли у вас опыт? В базаре, как и в других крупных магазинах, было то же самое. Повсюду она слышала один и тот же ответ «Сейчас мертвый сезон, пусть она наведается, через некоторое время возможно, что она им понадобится». Когда к концу дня Кэрри усталая и павшая духом вернулась домой, она обнаружила, что Друэ в ее отсутствие побывал в квартире, его зонтик и летнее пальто исчезли. Кэрри показалось, что недостает еще кое-каких его вещей, но она не была в этом уверена. Во всяком случае, Друэ не все забрал с собой. Все же его уход, видимо, не был временным. Как же ей теперь быть? Через день-два ей снова, как раньше, придется одной бороться со всем миром. Опять ее одежда примет жалкий вид. Кэрри со свойственной ее жестом выразительностью сложила руки и крепко переплела пальцы. Крупные слезы навернулись ей на глаза и покатились по щекам. Она была одинока, бесконечно одинока. Друэ действительно приходил, но совсем не с той целью, какую вообразила себя Кэрри. Он ожидал застать ее дома и решил объяснить свое появление тем, что пришел за вещами, а перед уходом надеялся помириться с ней. Вполне понятно, что, не застав Кэрри дома, Друэ был сильно разочарован. Он долго возился в квартире, надеясь, что Кэрри вышла куда-нибудь ненадолго и скоро вернется. Каждую минуту он прислушивался, не раздадутся ли на лестнице ее шаги. Он хотел сделать вид, будто только что вошел и очень смущен, что его застали врасплох. А потом он сказал бы, что ему понадобились кое-какие вещи, и попутно выяснил бы, как настроена Кэрри. Его ожидания были напрасны. Кэрри не возвращалась. Друэ перестал рыться в ящиках, подошел к окну, поглядел на улицу и, наконец, уселся в качалку. Кэрри все не было. Друэ начал нервничать, закурил сигару. Немного спустя он встал и принялся ходить взад и вперед по комнате. Взглянув в окно, Друэ заметил, что на небе собираются тучи, вспомнив, что в три часа у него деловое свидание, он решил, что больше ждать, пожалуй, не стоит. Захватив зонтик и пальто, Друэ собрался уходить, мысленно твердя себе, что все равно он намеревался взять эти вещи. Возможно, что это испугает Кэрри, понадеялся он. Завтра он вернется за остальным и увидит, как она настроена. Друэ направился к двери, искренне огорченный тем, что не дождался ее. На стене висела ее небольшая фотография. На Кэрри был жакет, первый его подарок. Лицо у нее было грустное, куда грустнее, чем в последнее время. Это его искренне растрогало, и он посмотрел в глаза Кэрри на карточке с необычной для него нежной грустью. «Нехорошо ты со мной поступила, Кэд», пробормотал он, словно обращаясь к ней самой. Он подошел к двери, еще раз обвел комнату взглядом и вышел. Глава двадцать седьмая «Когда нас поглощает пучина, мы тянем руки к звезде». Когда гердствует мрачный, расстроенный вторичным напоминанием адвоката из конторы МакГрегор Джеймс и Гей вернулся, побродив по улицам в бар, там его ждало письмо от Кэдли. Трепет прошел по его телу, едва он узнал ее почерк. Он быстро вскрыл конверт и принялся читать. «Значит, она меня любит», подумал он, «Иначе она не стала бы мне писать». Прочитав письмо, он в первые минуты был несколько подавлен его содержанием, но вскоре воспрянул духом. «Если бы она меня не любила, то не стала бы писать», повторял он про себя. «Он был так угнетен, что только эта мысль и поддерживала его». Из слов Кэре мало что можно было извлечь, но Герц тут указалось, что он угадывает ее истинное настроение. Было что-то очень человеческое, если не сказать трогательное, в том, что слова упреков принесли ему такое облегчение. Он, за столько лет привыкший к внутренней независимости, теперь жаждал утешения извне и от кого. Таинственные нити чувства, как крепко они нас опутывают». На лице Герц Туда снова заиграл румянец. Он на время забыл о письме адвоката. Если бы только Кэрри была с ним, возможно, ему удалось бы выпутаться из создавшегося положения, возможно, тогда это вообще перестало бы иметь для него какое-либо значение. Ему нет дела до того, что затевает его жена, лишь бы только не потерять Кэрри. Герц Туд встал и зашагал по кабинету, рисуя себе в сладких мечтах жизнь с прелестной владычицей его сердца. Однако заботы вскоре нахлынули вновь, и Герц Туда охватила ужасная усталость. Он опять задумался о завтрашнем дне и о предстоящем бракоразводном процессе. Герц Туд ничего еще не предпринял, а между тем часы приема у адвоката истекали. Теперь без четверти четыре, в пять контора Мак, Грегор, Джеймс и Гэй закроются, и юристы зайдутся по домам. Останется лишь завтрашнее утро до двенадцати часов, пока Герц Туд раздумывал, прошло еще четверть часа и пробило четыре. Тогда он отказался от мысли повидаться в этот день с адвокатами и снова стал думать о Керри. Нужно заметить, что Герц Туд даже и не пытался оправдываться перед самим собой. Этот вопрос нисколько его не тревожил. Он думал лишь о том, как бы уговорить Керри уйти с ним. Что в этом плохого? Ведь он горячо любит ее, от ее да зависит их взаимное счастье. О, только бы Друэ не оказалось в Чикаго. Герцтвуд внезапно очнулся от восторженных дум о Керри, вспомнив, что завтра ему понадобится чистое белье. Поэтому на пути в отель он купил несколько сорочек и полдюжины галстуков. Когда Герцтвуд входил в отель Палмер, ему показалось, что он видит вдали Друэ, поднимающегося по лестнице с ключом в руках. Нет, не может быть. Потом он подумал, что Друэ и Керри по всей вероятности временно переехали из квартиры в отель. Он направился прямо к столику портье. Скажите, пожалуйста, не живет ли здесь некий Друэ? Герцог поспешил к себе в номер и уже в значительно лучшем настроении и быстро переоделся. Он решил немедленно отправиться к Керри и узнать, продолжает ли она жить одна у себя на квартире или же куда-нибудь переехала. «Вот вот что я сделаю», подумал он. «Подойду к двери, позвоню и спрошу, дома ли мистер Друэ. Таким образом, я узнаю, живет ли он еще там и где находится Керри». При мысли об этом Герцгут весь даже как-то подтянулся, он твердо решил пойти туда тотчас же после ужина. В шесть часов вечера Герцгут вышел из своего номера, посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, нет ли поблизости Друэ, и направился в ресторан. Но ему так не терпелось скорее поехать к Керри, что он с трудом заставил себя что-то съесть. Однако, прежде чем тронуться в путь, Герцгут решил проверить, где Друэ и вернулся в отель. «Мистер Друэ не выходил?» спросил он у портье. «Нет, он у себя в номере», сообщил тот. «Вы, может быть, хотите послать ему наверх свою карточку?» «Нет, благодарю, я зайду позже», ответил Герцгут и вышел из отеля. На Медисон-стрит он сел в вагон конки и поехал прямо на Огдон-сквер. На этот раз он смело подошел к двери, ему открыла горничная. «Мистер Друэ дома?» вежливо спросил он. «Его нет в городе», ответила девушка, слыхавшая, что Кэрри говорила так миссис Гейл. «А миссис Друэ?» «Нет, она ушла в театр». «Вот как?» Герцгут несколько растерялся, затем, сделав вид, будто пришел по важному делу, спросил, «А вы не знаете, в какой именно?» горничная. Горничная не имела ни малейшего понятия о том, куда ушла Кэрри, но она недолюбливала Герцтвуда и была рада причинить ему какую-нибудь неприятность. «В театр Гулли!» ответила она. «Благодарю вас!» сказал управляющий баром и, слегка притронувшись к шляпе, удалился. «Я загляну в театр Гулли!» решил он, но так и не заглянул. По дороге в центр он все обдумал и пришел к заключению, что это не имеет смысла. Как не хотелось ему видеть Кэрри, он понимал, что она будет в театре не одна и что нелепо вторгаться туда, со своей мольбой. Лучше немного обождать, скажем, до утра. Но утром ему предстояло встретиться с адвокатами жены. Эта мысль подействовала на радостно возбужденного Герцтуда, как ушат холодной воды. Он снова весь ушел в прежние тревоги и, добравшись до бара, мечтал только о том, чтобы хоть немного забыться. В зале собралась довольно большая компания, наполнявшая помещение гулом оживленных голосов. За круглым вишневого дерева столом в глубине бара сидели группы политики из округа Кук и о чем-то совещались. У стойки столпилась компания молодых гуляк, собиравшихся, несмотря на поздний час, посетить театр. Одетый с претензией на фронтоватость красноносый джентльмен в поношенном цилиндре цедил из своего стакана «Эль». Герцтвуд на ходу кивнул знакомым и прошел к себе. Часов около десяти в кабинет заглянул один из друзей Герцтвуда, некий Фрэнк Тейнтор, местный любитель скачек и всякого рода спорта, и увидев, что у Герцтвуда никого нет, зашел к нему. «Здорово, Джордж!» приветствовал он управляющего. «Как поживаете, Фрэнк?» отозвался Герцтвуд, почувствовав при виде приятеля некоторое облегчение. «Присядьте», предложил он, указывая на стул. «Что с вами, Джордж?» спросил Тейнтор. «Что-то вы сегодня невеселые, уж не продулись ли на бегах?» «Нет, просто неважно себя чувствую, должно быть, немного простудился». «Выпейте виски, Джордж!» посоветовал Тейнтор. «Вам-то надо бы знать, что это прекрасное средство». Герцтвуд только усмехнулся в ответ. Пока они беседовали, в баре появилось еще несколько знакомых Герцтвуда, а в двенадцатом часу после разъезда из театров стали собираться актеры и среди них несколько знаменитостей. И тогда завязалась одна из тех бессодержательных бесед, которые столь обычны в американских барах и ресторанах, где те, кто жаждет проникнуть в круг избранных, стараются хотя бы потереться возле тех, кто уже причислен к нему. Если у Герцтвуда и была какая-то слабость, так это тяготение к видным людям. Себя он тоже относил к их числу. Он был слишком горд, чтобы заисковец перед кем бы ни было слишком умен, чтобы забывать о своем месте в присутствии тех, кто недостаточно ценил его. Но в обществе, подобном сегодняшнему, он мог блистать, как истый джентльмен, и сознание, что люди с громкими именами принимали его как друга и как равного, приводило Герцтвуда в восторг. Если и бывало, что иной раз он пропускал лишний стаканчик, то именно в таких случаях. Когда в баре собиралось интересное общество, он даже позволял себе пить наравне со всеми, причем аккуратно соблюдал свою очередь платить, точно был здесь посторонним, как прочие. И если Герцтвуд когда-либо и начинал хмелеть, вернее, ощущать дурманящую теплоту и приятную разнеженность, предшествующие более возбужденному состоянию, то именно в тех случаях, когда он бывал окружен такими людьми, как сейчас, когда вокруг него висело острословили знаменитости. В тот вечер он, взволнованный и угнетенный, обрадовался этому обществу и, отогнав на время прочь все свои тревоги, примкнул к общему веселью. Скоро вся компания была уже навеселе. Один за другим посыпались анекдоты, эти никогда не приедающиеся смешные истории, из которых главным образом состоят беседы американцев в подобной обстановке. Но вот пробило двенадцать, час, когда закрывается бар, и гости стали прощаться с Герствудом. Он с чувством пожимал руку каждому, физически он чувствовал себя прекрасно, он дошел до того состояния, когда мозг нища работает ясно, но легко воспламеняется игрой воображения. Герствуду теперь казалось, что все его тревоги не так уж серьезны. Пройдя к себе в кабинет, он стал перебирать счета, дожидаясь, пока уйдут буфетчики и кассир. Вскоре все разошлись. Управляющий обязан был осмотреть бар после ухода служащих, это вошло у него в привычку. Прежде чем уйти, он проверял, все ли заперто. Обычно в кассе денег не оставалось, если не считать выручки, накопившиеся после закрытия банков. Да и это немногое кассир прятал в сейф. Секрет замка знали лишь он и владельцы бара. Тем не менее, каждую ночь перед уходом Герцуд смотрел, плотно ли закрыты ящики кассы и дверцы сейфа. Затем он запирал свой маленький кабинет, зажигал специальную лампочку возле сейфа и лишь тогда отправлялся домой. Никогда еще за все эти годы ему не случалось находить что-либо не в порядке. Но сегодня, когда Герцуд, заперев свой стол, подошел к сейфу и потянул дверцу, она легко подалась и открылась. Герцуд, он был удивлен. Он заглянул внутрь и заметил, что там лежат деньги. Его первой мыслью было осмотреть ящики и захлопнуть дверцу сейфа. Надо будет завтра сделать замечание Мэйхью, решил он. Кассир, уходя из бара за полчаса перед этим, не сомневался, надо полагать, что повернул ручку дверцы так, чтобы защелкнулся замок. Никогда не случалось, чтобы он делал это небрежно. Но сегодня у Мэйхью были и другие заботы, которые поглощали все его внимание. Он обдумывал план открытия собственного дела. Надо посмотреть, что там, подумал Герцуд, выдвигая один из ящиков. Он и сам не знал, почему ему захотелось заглянуть туда. Это было совсем непроизвольное движение, которого в другое время он возможно и не сделал бы. Едва он открыл ящик, взгляд его упал на пачки ассигнаций, сложенных по тысяче долларов, как их выдают в банке. Герцуд сразу не мог определить, какую сумму они составляют, но он стоял и внимательно разглядывал их, потом выделил второй ящик, где оказалась дневная выручка. Никогда не думал, что Фит-Жеральд мой, оставляют такие деньги, мелькнуло у него в уме, по-видимому, они забыли про них. Он заглянул в другой ящик и опять остановился. А ну, пересчитай, шепнул ему на ухо какой-то голос. Герцтвуд «Зачем я стою здесь?» И в ответ внутренний голос шепнул ему «А у тебя когда-нибудь было на руках десять тысяч долларов наличными?» И вдруг управляющий баром вспомнил, что действительно никогда у него не было на руках такой суммы. Своё состояние он накопил медленно, на это ушло много лет, и теперь всем владела его жена. В общей сложности у него было свыше сорока тысяч, но всё теперь должно было достаться ей. Эти мысли смущали Герцтвуда. Он вдвинул ящик назад в сейф и закрыл дверцу, но пальцы его продолжали сжимать ручку, которую так легко было повернуть, тем самым положив конец искушению. Герцтвуд всё ещё медлил. Наконец он подошёл к окнам и спустил шторы, затем попробовал дверь, которую перед этим сам запер. Чем объяснить, что он стал вдруг так подозрителен? Зачем он старается передвигаться так бесшумно? Герцтвуд подошёл к концу стойки, оперся о неё рукой и задумался. Потом снова открыл дверь своего кабинета и зажёг свет. Он отпер стол, сел перед ним, и странные мысли зашевелились у него в мозгу. Сейф открыт, шептал ему тот же голос. Ещё осталась узкая щель, замок не защелкнут. От этого хаоса мыслей у Герцтвуда голова шла кругом. Ему снова припомнились все запутанные перипетии прошедшего дня. Неотступно преследовала мысль, что перед ним была возможность разрешить все трудности. С такими деньгами всё можно сделать. О, если б у него были эти деньги и керьи. Герцтвуд встал и застыл на месте, глядя себе под ноги. Ну, так как же? спросил внутренний голос. Вместо ответа управляющий баром только поднял руку и задумчиво почесал затылок. Герцтвуд вовсе не был глупцом, и он не позволил бы себе слепо ринуться в столь дикую авантюру. В его крови всё ещё играло вино. Оно ударило в голову и в розовых тонах рисовало положение вещей. Оно делало эти десять тысяч долларов вполне досягаемыми. А имея деньги, какие он получал возможности добиться успеха, он может завоевать керьи. Да-да, вне всякого сомнения. Он избавится от жены. В кармане лежит письмо, в котором его приглашают для объяснения с адвокатом. Ему не придётся возиться с ними. Герцтвуд вернулся к сейфу и взялся за круглую ручку. Распахнув Настюш дверцу, он совсем вытащил ящик с деньгами. Когда почти с ассигнациями оказались перед ним, ему показалось, что оставлять деньги в сейфе просто глупо. Ну, разумеется, глупо, ведь на эти деньги он спокойно мог бы прожить с Керри многие годы. Боже, что это? Герцтвуд весь напрягся, словно чья-то суровая рука опустилась ему на плечо. Он стал пугливо озираться никого, ни единого звука. Лишь кто-то шаркая ногами шёл по тротуару. Герцтвуд взял ящик с деньгами и вдвинул его назад в сейф, затем опять прикрыл дверцу. Тем, кто никогда не колебался, не зная, как поступить, трудно понять мучения людей менее сильных, которые трепеща мечутся между долгом и желанием. Тем, кто никогда не слыхал жуткого тикания призрачных часов с ужасающей чёткостью выступивающих «Сделай, не сделай, сделай, не сделай», не могут судить таких людей. Подобная душевная борьба возможна не только у натур чувствительных и щепетильных. Самый толстокожий представитель рода человеческого и тот слышит голос совести в ту минуту, когда желание толкает его на дурное, и голос этот звучит тем громче, тем серьёзнее преступление. Между прочим, это не всегда объясняется сознанием о моральности поступка, ибо отнюдь не это, а инстинкт побуждает и животных воздерживаться от зла. Люди тоже поступают повинуясь прежде всего инстинкту, а уж потом доводом рассудка. Именно инстинкт останавливает преступника. Именно инстинкт в тех случаях, когда человек не может здраво рассуждать, внушает преступнику страх перед опасностью, страх перед дурным делом. Но затем, при первой же попытке человека неискушённого совершить преступное дело, его охватывают сомнения, мысли его мечутся вслед за призрачным маятником, отстукивающим то приказание, то запрет. Для тех, кто никогда не знал подобные дилеммы, дальнейшее представляет чисто познавательный интерес. Едва герц тут поставил ящик с деньгами на место, к нему снова вернулись самообладание и смелость. Никто не видел его, он был совсем один, никто не мог сказать, что он намеревался сделать минуту назад, он мог основательно всё взвесить. Хмель ещё не прошёл, и хотя на лбу у Герцтвуда выступила испарина, а руки его дрожали от пережитого необъяснимого страха, винные пары продолжали ещё оказывать своё действие, он едва не замечал, что время идёт. Снова и снова обдумывал он своё положение, при этом он мысленно всё время видел перед собой кучу денег, и воображение не переставало рисовать ему, что можно будет сделать с ними. Герцтвуд направился было в свой кабинет, потом подошёл к двери, потом опять подошёл к сейфу, пальцы его сами взялись за ручку, и дверца снова открылась, вот они деньги. Право же, нет ничего дурного в том, что он смотрит на них. Он выдвинул ящик и стал перебирать пачки с деньгами. Они были такие гладкие, так плотно упакованы, их было бы так легко унести. Удивительно, право, как мало места они занимают. Герцтвуд вдруг решил, что должен взять их. Да-да, он возьмёт их, он положит их в карман. Но он тотчас же увидел, что все деньги не уместятся в кармане. саквояж. Он вспомнил, что у него есть тут же в кабинете маленький саквояж, туда деньги свободно войдут. Да, как это удачно, что у него есть саквояж. Деньги там вполне уместятся, и никто ничего не узнает. Герцтвуд прошёл в свой кабинет и достал с полки в углу саквояж. Поставив его на стол, он вышел за дверь и подошёл к сейфу. Почему-то ему не хотелось класть деньги в саквояж в большом помещении бара. Сперва он перенёс в кабинет ассигнации, а потом и мелкую дневную выручку. Да, он заберёт всё. Пустые ящики он вдвинул назад в сейф, прикрыл почти плотно железную дверцу и остановился в раздунье. Колебания человеческого ума при подобных обстоятельствах явление почти необъяснимое, однако вполне достоверное. Герц тут не мог заставить себя действовать решительно, ему хотелось без конца думать об этом, думать и соображать и решать, как лучше всего поступить. Его с такой силой увлекло Керри, и он так запутался в своих личных делах, что настойчивая мысль взять деньги, не оставляло его, и все же он колебался. Он не знал, чем все это кончится, не мог предугадать, когда настанет час расплаты. О бесчестности такого поступка он и не подумал. Это никогда, ни при каких обстоятельствах не пришло бы в голову Герц Герц после того, как Герц уложил все деньги в саквояж, им вдруг овладело чувство отвращения. Нет, он этого не сделает, ни за что, подумать только, какой он вызовет скандал, а полиция, которая тотчас же бросится по его следам, он вынужден будет бежать, но куда? О, какой это ужас, бежать от правосудия. Герц снова выдвинул оба ящика сейфа и быстро переложил туда деньги из саквояжа. От волнения он перепутал ящики. Он уже собирался захлопнуть дверцу, как вдруг сообразил, что положил деньги не так, как они лежали раньше, и вновь открыл сейф. Ну, конечно, он все перепутал. Герц вот опять вынул из ящиков их содержимое, чтобы привести все в порядок, но тем временем страх исчез. Да собственно говоря, ему бояться. Когда деньги были у него в руках, он вдруг услышал, как щелкнул замок. Дверца сейфа захлопнулась. Неужели это он сам? Герц быстро схватился за ручку и стал силой дергать дверцу. Сейф был на запоре. Боже! Теперь он попался, конечно. Как только он понял, что сейф захлопнулся накрепко, на лбу у него выступил холодный пот, и его бросило в дрожь. Он огляделся вокруг и немедленно принял решение. Теперь мешкать было нельзя. Если я даже положу деньги на сейф и уйду, подумал Герц вот, все догадаются, кто это сделал, ведь я всегда ухожу последним, а кроме того, мало ли, что может случиться с деньгами, если их бросить здесь. Он сразу ощутил острую потребность действовать, но надо выпутываться, сказал он себе. Быстро вернувшись в свой маленький кабинет, он снял свешалки летнее пальто и шляпу, запер стол и взял саквояж. Затем погасил свет, оставив лишь одну лампочку, и открыл наружную дверь. Он старался вернуть себе прежнюю уверенность, но, увы, от нее мало что осталось. Он уже раскаивался в своем поступке. Напрасно я это сделал, прошептал он, это было ошибкой. Он вышел на улицу и, кивнув проверявшему двери ночному сторожу, которого знал в лицо, уверенно зашагал прочь. Надо убираться вон из города как можно скорее. Первым делом необходимо узнать, какие сейчас есть поезда, решил он. Герствуд вынул часы и взглянул на стрелки, было около половины второго. У ближайшей аптеки он остановился, увидев через окно телефонную будку. Это была известная аптека, и в ней была установлена одна из первых телефонных будок общего пользования. Разрешите мне воспользоваться телефоном, обратился он к дежурному фармацевту. Тот кинул знак согласия. 16.43 попросил Герствуд, отыскав в книге абонентов вокзал Мичиган Централ. Вскоре его соединили с кассиром. Когда отходит поезд в Детройт, спросил Герствуд. Кассир стал перечислять поезда, значит сегодня поезда уже нет, прервал его Герствуд. Поезда со спальным вагоном нет, ответил тот, но тот чужедобайл, впрочем, есть почтовый поезд, который отходит в три часа утра. Очень хорошо, сказал Герствуд, а когда этот поезд прибывает в Детройт? Столько бы добраться до Детройта, подумал он, переправиться через реку в Канаду, а там уже можно будет спокойно доехать до Монреаля. Поэтому он облегченно вздохнул, услышав, что поезд прибывает в Детройт к полудню. Раньше десяти кастир не откроет сейфа, пронеслось у него в уме, значит, до полудня им не удастся напасть на мой след. Потом он вспомнил про Кэрри. Чтобы увезти ее с собой, нужно действовать молниеносно, она во что бы то ни стало должна ехать с ним. Герствуд вскочил, стоявший поблизости Кэп, Огденсквер, крикнул он, если поедете быстро, получите доллар на чай. В возницах лиснул лошадь, и та изобразила голоб, то есть потрусила как могла быстро. По дороге Герствуд обдумывал, что делать дальше. Подъехав к дому, где жила Кэрри, он быстро взбежал по ступенькам подъезда и резким звонком поднял на ноги служанку. — Дома, миссис Друэ, спросил он. — Да, ответила изумленная горничная, передайте ей, пусть она быстро оденется и сойдет сюда. С ее мужем произошло несчастье, он лежит в больнице и хочет ее видеть. Девушка бросилась наверх. Взволнованный вид Герствуда и его тон убедили ее в том, что он говорит правду. — Что? — воскликнула Кэрри, зажигая свет и протягивая руку за платьем. — С мистером Друэ случилось несчастье, он в больнице и хочет вас видеть, — повторила горничная. Внизу дожидается Кэп. Кэрри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всем, кроме того, что сказала ей горничная. — Друэ, расшибся, — быстро проговорил Герствуд, — он хочет видеть вас, едем скорее. Кэрри была так ошеломлена, что приняла все за чистую монету. — Садитесь, — сказал Герствуд, подсаживая ее и вскакивая в Кэп следом. Извозчик стал поворачивать лошадь. Вокзал Мичиган-Центрл, привстав, сказал ему Герствуд так тихо, что Кэрри не могла его слышать. И гоните вовсю. Глава двадцать восьмая Переселенец и беглец Плененный дух Кэп успел проехать лишь несколько домов, когда Кэрри, собравшись с мыслями и окончательно проснувшись на холодном ночном воздухе, спросила, что же с ним случилось? Он сильно расшибся? Нет, ничего серьезного, угрюмо ответил Герствуд. Он был немало встревожен своим положением, и теперь, когда Кэрри сидела рядом, думал лишь о том, чтобы поскорее оказаться подальше от цепких лап закона. У него не было ни малейшего желания разговаривать, и потому он говорил лишь то, что было необходимым для выполнения его планов. Кэрри отнюдь не забыла, что в ее отношениях с Герствудом был один нерешенный вопрос, но волнение оттеснило эту мысль на задний план, прежде всего, пусть кончится это странное путешествие. «Где он?» «Там, на южной стороне, неопределенно, ответил Герствуд, нам придется ехать поездом, так будет скорее». Кэрри ничего не ответила. Лошадь бежала быстрой рысой, призрачная картина ночного города завладела вниманием Кэрри, она смотрела на уходившие назад ряды фонарей и вглядывалась в безмолвные темные дома. «Как же он все-таки расшибся?» спросила она, обеспокоенная состоянием Дрое. Герствуд понял ее. Ему было неприятно угать больше, чем это казалось необходимым, но в то же время лучше не допускать никаких протестов до той минуты, пока он не очутится вне опасности. «Я точно не знаю», ответил он, «мне позвонили и попросили немедленно поехать за вами, сказали, что нет оснований пугаться, но что я непременно должен доставить вас». Серьезный тон Герствуда убедил Кэрри, и она умолкнув задумалась. Герствуд взглянул на часы и поторопил Кэбмена. Несмотря на всю щекотливость положения, он сохранял удивительное хладнокровие. Он думал только о том, чтобы поспеть на поезд и спокойно выбраться из города. Кэрри была послушна, и Герствуд уже поздравлял себя с успехом. Наконец, они прибыли на вокзал, Герствуд сунул Кэбмену бумажку в пять долларов, помог Кэрри сойти и поспешил с ней вперед. «Посидите здесь», сказал он, проводив ее в зал ожидания, «Я схожу за билетами». Сколько осталось до отхода поезда в Детройт, обратился он к дежурному кассиру. «Четыре минуты», последовал ответ. Герствуд уплатил за два билета, стараясь по возможности не привлекать к себе внимания. «Далеко нам ехать?» спросила Кэрри, когда Герствуд, запыхавшись, вернулся к ней. «Нет, не очень», ответил он, «но нам нужно торопиться». Когда они подошли к выходу на перрон, Герствуд пропустил Кэрри вперед и стал между нею и контролером, проверявшим билеты, так, чтобы она не могла увидеть их. Затем они поспешили дальше. У платформы стояла длинная вереница багажных и пассажирских вагонов. Среди последних было два обычных дневных с сидячими местами. Этот поезд стал курсировать лишь недавно и администрация дороги не рассчитывала на большой приток пассажиров, а потому на весь поезд было только два кондуктора. Герствуд и Кэрри вошли в один из дневных вагонов и сели. Почти тот чужес платформы раздалось «Готово» и поезд тронулся. Кэрри казалось немного странным, что понадобилось почему-то тащиться на поезде, но она промолчала. Все это происшествие настолько выходило из рамок обычного, что она старалась не придавать значения смущавшим ее мелочам. «Как вы себя чувствуете?» ласково спросил Герствуд, вздохнув свободнее. «Очень хорошо», коротко ответила Кэрри. Она была так встревожена, что еще не могла решить, как держаться с Герствудом. Она волновалась и хотела лишь одного, поскорее добраться до Друэя и узнать, что с ним. Герствуд смотрел на нее и читал ее мысли. Его нисколько не беспокоило, что сейчас она думала о Друэе. Это было естественно и вполне соответствовало ее добросердечию. А именно это свойство ее характера и нравилось ему. Его смущало лишь предстоявшее с нею объяснение, но и это не было сейчас главным. Гораздо больше угнетало его сознание совершенного преступления и это бегство. Как это было глупо, как глупо, твердил он про себя, какую я сделал ошибку. Сейчас, размышляя трезво, Герствуд с трудом мог представить себе, что оказался способным на такой шаг. В его сознании все еще никак не укладывалось, что он беглец, скрывающийся от правосудия. Ему не раз приходилось читать о таких случаях, и он всегда ужасался про себя, но теперь, когда такое произошло с ним самим, он мог лишь сидеть и думать о том, что было. Будущее для Герствуда связывалось с канадской границей. Он жаждал поскорее добраться до нее, но главным образом он раздумывал о событиях минувшего вечера, считая все свои действия в целом огромной оплошностью. А все-таки, говорил он себе, что же мне было делать? Тут он решил, что нужно примириться со случившимся, и начинал с того, что снова и снова перебирал в памяти все события прошедшего дня. Это был бесплодный и мучительный круговорот мыслей, очень плохо подготовивший его к разговору с Кэрри. Поезд с грохотом несся мимо сортировочных станций на берегу озера, затем замедлил ход у 24-й улицы. За окном мелькали сигнальные вышки и стрелки. паровоз издавал короткие предупредительные свистки и часто звонил колокол. Американские паровозы были снабжены небольшим колоколом, звонящим при движении поезда. По вагону прошли проводники с фонарями в руках, они запирали двери, площадок, готовясь к продолжительному перегону. Вскоре поезд прибавил ходу и перед глазами Кэрри быстрый чередой замелькали безмолвные улицы. Паровоз все чаще и чаще подавал сигналы, предостерегавшие о приближении к опасным перекресткам. — Это далеко? — снова спросила Кэрри. — Нет, не очень, — ответил Герцвуд. Он с трудом сдерживал улыбку, думая о наивности своей спутницы. Ему хотелось скорее объясниться с нею и добиться примирения, но приходилось ждать, пока они отъедут от Чикаго. Прошло еще полчаса, и Кэрри начала понимать, что Герцвуд везет ее куда-то далеко. — А это где, в Чикаго? — с беспокойством спросила она. — Поезд уже давно выбрался за черту города и мчался теперь по полям штата Индиана. — Нет, не в Чикаго, — ответил Герцвуд. Что-то в интонации его голоса заставило Кэрри мгновенно насторожиться. Она нахмурила красивый лоб и спросила, «Разве мы едем не к Чарли?» Герцвуд понял, что наступил решительный момент. Рано или поздно он вынужден будет объясниться. Поэтому он нежно взглянул на Кэрри и еле заметно покачал головой. «Что?» — воскликнула Кэрри. Она была ошеломлена, обнаружив, что они направляются совсем не туда, куда она предполагала. Герцвуд молчал и только смотрел на нее кротким, умоляющим взглядом. «Куда же вы меня везете?» спросила Кэрри и в голосе нее послышался страх. «Я скажу вам, Кэрри, если вы посидите спокойно. Я хочу увезти вас в другой город». «Ох!» вырвалась у Кэрри. «Оставьте меня, я не желаю ехать с вами». Она была поражена дерзостью этого человека. Ничего подобного не могло прийти ей в голову. Единственной мыслью ее было бежать, скорее бежать. Если бы только можно было остановить мчавшийся поезд, она расстроила бы весь этот гнусный замысел. Кэрри встала и хотела было выйти в коридор. Она понимала, что должна немедленно что-то сделать. Герцфуд ласково дотронулся до ее руки. «Сидите спокойно, Кэрри», сказал он. «Сидите спокойно, вам еще пыталась протиснуться мимо его колен, но Герцфуд легонько потянул ее назад, и она села на место. Никто не заметил этого маленького препирательства, так как в вагоне было мало пассажиров, да и те, что были, клевали носом. «Я не хочу», протестовала Кэрри, все же подчиняясь. «Оставьте меня», воскликнула она. «Как вы смеете?» Ее глаза наполнились слезами. Только теперь Герцфуд вполне осознал все возникшие перед ним трудности и перестал думать о себе и своем положении. Надо как-то уговорить девушку, иначе она доставит ему много неприятностей. Он призвал на помощь все свое красноречие. «Послушайте, Кэрри», начал он, «Не надо так. Я вовсе не собираюсь оскорблять вас. Я не сделаю ничего такого, что было бы вам неприятно». «О!» рыдала Кэрри, «О! О!» «Полно!» «Перестаньте», уговаривал ее Герцфуд. «Не надо плакать». «Отчего вы не выслушаете меня?» «Я вам скажу, почему я вынужден был так поступить, иначе нельзя было, уверяю вас». «Ну, послушайте же меня!» снова и снова повторял он. Его встревожили рыдания Кэрри. Она, конечно, не слышит ни одного его слова. «Ну, послушайте же, Кэрри!» «Не хочу!» вспыхнула Кэрри. «Выпустите меня отсюда, не то я позову кондуктора! Я не желаю ехать с вами! Студно вам!» И снова, вызванные страхом рыдания, не дали ей договорить. Герцот был несколько ошеломлен. Он понимал, что возмущение Кэрри справедливо, но все же нужно успокоить ее как можно скорее. Вот-вот придет кондуктор проверять билеты. Не надо никакого шума, никаких осложнений. Прежде всего, он должен как-то уговорить ее. «Вы все равно не выйдете отсюда, пока поезд не остановится», сказал он. «Обождите немного, мы скоро доедем до какой-нибудь станции. Если захотите, вы там сойдете, я не стану вас удерживать. Я только прошу вас выслушать меня. Позвольте мне объяснить, почему я это сделал». Кэрри, казалось, не слышала его. Она отвернулась к окну, за которым чернела ночь. Поезд быстро и плавно скользил между полей и перелесков. Протяжно и уныло заливался паровозный свисток каждый раз, как поезд приближался к шлагбаумам на пустынных лесных дорогах. Кондуктор вошел в вагон, выдал билеты двум пассажирам, занявшим места перед самым отходом поезда, потом стал проверять билеты у остальных. Он подошел к Герцфуду и тот профинул ему два билета. Кэрри, несмотря на все свое негодование, не шевельнулась, она даже не подняла глаз. Когда кондуктор ушел, Герцфуд облегченно вздохнул. Вы сердитесь на меня за то, что я вас обманул, сказал он, но у меня не было такого намерения, Кэрри, клянусь, я этого не хотел. Я просто не мог бороться с собой. Я не могу жить без вас с той минуты, как я вас впервые увидел. О последнем своем обмане Герцфуд даже не упомянул, как о мелочи, не имевшей никакого значения. Он спешил убедить Кэрри, что его жена больше не может явиться препятствием для них. А что касается украденных денег, то Герцфуд старался выкинуть из головы всякую мысль о ней. Не смейте разговаривать со мной, отозвалась Кэрри, я ненавижу вас, оставьте меня в покое, я сойду на ближайшей станции. Она вся дрожала от возмущения. Хорошо, сказал Герцфуд, но только вы слушайте меня. После всего, что вы говорили о вашей любви ко мне, вы могли бы меня выслушать? Я не хочу причинять вам зло. Я дам вам денег, продолжал Герцфуд, чтобы вы могли вернуться домой, когда вы решите со мной расстаться. Я только хочу вам сказать одно, Кэври, вы не можете запретить мне любить вас, что бы вы обо мне не думали. Он посмотрел на нежностью, но она не удостоила его ответом. Вы, конечно, думаете, что я поступил некрасиво, обманув вас, но вы не правы. Я не хотел вас обманывать. С женой я порвал. Она не имеет никаких прав на меня. Я никогда больше не увижу ее. Вот почему я сегодня здесь с вами. вот почему я увез вас. Вы сказали мне, что Чарли расшибся, в бешенстве крикнула Кэдри. Вы снова обманули меня. Вы все время обманывали меня, а теперь еще хотите силой заставить меня бежать с вами. Она пришла в такое возбуждение, что вскочила с места и снова попыталась пройти мимо Герствуда. На этот раз он не стал удерживать ее, и она пересела на другую скамью. Он последовал за ней. Не уходите от меня, Кэдри, ласково сказал он, подсаживаясь к ней, позвольте я объясню вам. Вы слушайте меня, и вы все поймете. Повторяю вам, я окончательно порвал с женой. Мы чужие уже много лет, иначе я не стал бы искать сближения с вами. Я скоро добьюсь развода. Я больше никогда не увижу ее. У меня с ней все кончено. Вы единственная женщина, которая мне дорога. Если только вы будете со мной, я никогда не стану думать ни о ком другом. Кэрри слушала его, возбужденная и растерянная. Вопреки всему, что Герц тут сделал, его слова звучали искренне, в его голосе и жестах чувствовала сейчас убежденность, которая не могла не подействовать на нее. Но она не желала никакой близости с ним. Он был женат, и он однажды уже обманул ее, а теперь снова увез ее обманом. Он ужасный человек. И все же в его смелости и силе воли было нечто такое, что чарует каждую женщину, особенно когда ей внушают, что все это только из любви к ней. Немалую роль в разрешении запутанной проблемы играло и беспрестанное движение поезда, быстро вращались колеса, пейзаж менялся, и Чикаго все дальше и дальше уплывал назад. Керри чувствовала, что ее несет вперед непреодолимая сила, что паровоз без единой остановки мчится к какому-то далекому городу. Порой ей хотелось закричать и устроить громкий скандал, чтобы кто-нибудь прибежал к ней на помощь. Потом начинало казаться, что это бесполезно. Теперь никто и ничем не мог ей помочь. А Герс тут тем временем старался взывать к ее сердцу такими словами, которые могли бы найти у Керри отклик и пробудить в ней сочувствие к нему. Поймите же, Керри, я очутился в таком положении, что у меня не было иного пути. Керри и виду не подала, что слушает его. Когда я убедился, что вы не поедете со мной, пока я не смогу жениться на вас, я решил бросить все и увезти вас. Я еду в другой город. Я рассчитываю ненадолго задержаться в Монреале, а потом мы поедем куда только вы захотите. Если пожелаете, мы поедем в Нью-Йорк и поселимся там. Я не хочу никуда ехать с вами, повторила Керри. Я сойду на ближайшей станции. Куда идет этот поезд? В Детройт. Ох! Вырвалось у Керри, и она в ужасе всплеснула руками. От дальности расстояния ее положение казалось еще более трудным. Неужели вы не поедете со мной? Продолжал Герцвуд таким тоном, будто над ним нависла страшная угроза, что она не последует за ним. Вам не придется ничего делать. Вы только будете путешествовать со мной, а я ничем не стану вам мешать. Вы увидите Монреаль и Нью-Йорк, а потом, если вы не захотите остаться со мной, вернетесь назад. Это куда лучше, чем возвращаться сейчас ночью. Спервые Керри начала понимать, что его предложение не таит в себе никакого подвоха. В нем было много заманчивого, хотя она боялась, что все будет не так, как обещал Герцтвуд увидеть Монреаль и Нью-Йорк. Сейчас она уже на пути к этим чудесным гигантским городам, и она увидит их, если только пожелает. Она задумалась, ничем, впрочем, не выдавая своих мыслей. Герцтвуду показалось, что он уловил намек на согласие, и он удвоил усилия. «Подумайте только, что я бросил ради вас?» сказал он. «Я уже не могу больше вернуться в Чикаго. Если вы не поедете со мной, мне осуждено остаться навеки одиноким. Не может быть, чтобы вы покинули меня, Кэрри». «Я запрещаю вам разговаривать со мной», с трудом произнесла она. На некоторое время Герцтвуд смолк. Вдруг Кэрри почувствовала, что поезд замедляет ход. Настало время действовать, если она и впрямь намерена что-то предпринять. Она сделала движение, чтобы встать. «Не покидайте меня, Кэрри», молил Герцтвуд. «Если вы когда-нибудь хоть немного любили меня, поезжайте со мною, и мы начнем новую жизнь. Я сделаю для вас все, что вы захотите. Я женюсь на вас или же отпущу вас обратно». Не торопитесь и хорошенько подумайте. Если бы я не любил вас, зачем понадобилось бы мне увозить вас с собой? Клянусь Кэрри, я не могу жить без вас. Не могу и не хочу. Столько решимости и отчаяния звучало в словах этого человека, что слова его глубоко проникли в душу Кэрри. Это был голос всепоглощающей страсти. Он слишком сильно любил Кэрри, чтобы отказаться от нее в такую тяжелую минуту. Он схватил ее руку и с горячей мольбой сжал ее пальцы. Поезд мальчиком паровоз чуть-чуть осадил назад и настала тишина. Кэрри беспомощно сидела на месте. Минута проходила за минутой, она все медлила, а он все упрашивал ее. «И вы отпустите меня обратно, если я захочу?» спросила Кэрри. «Точно она была хозяйкой положения, а ее спутник всецело зависел от нее. Конечно, ответил Герцтвуд, вы же знаете, что я не посмею вас задерживать». Кэрри слушала его с видом владычицы, даровавшей лишь условное помилование. Ей теперь казалось, что в дальнейшем ход событий всецело в ее руках. Поезд тронулся, и вскоре снова помчался полным ходом. Герцтвуд переменил тему разговора. «Вы, наверное, очень устали?» спросил он. «Нет», бросила Кэрри. «Разрешите мне достать вам место в спальном вагоне?» предложил Герцтвуд. Кэрри отрицательно покачала головой, но, несмотря на все свое смятение, несмотря на коварство Герцтвуда, она снова стала замечать в нем то, что всегда так ценила, его заботливость. «Но я прошу вас», настаивал он, «там вам будет гораздо лучше». Кэрри снова покачала головой. «Тогда хоть позвольте положить вам под голову мое пальто», сказал «Попробуйте немного отдохнуть». Герцтвуд готов был расцеловать Кэрри за ее уступчивость. Усевшись возле нее, он задумался. «Вероятно, будет сильный дождь», сказал он после паузы. «Да, похоже на то», отозвалась Кэрри, понемногу начиная успокаиваться под мягкий стук дождевых капель, бросаемых ветром в окна поезда, который бешено мчался во мгле к новому миру. Герцтвуд был рад, что ему удалось до некоторой степени успокоить Кэрри, но для него это было лишь временной передышкой. Теперь, когда ее сопротивление было сломлено, он мог отдаться мыслям о совершенной им ошибке. На душе у него была невыносимая тяжесть, он украл эту жалкую сумму, которая в сущности ему не нужна. Он не хотел быть вором. Никакие деньги, ни эта сумма, ни какая либо иная не могли возместить ему легкомысленную утрату прежнего положения. Никакие деньги не могли вернуть ему друзей, доброе имя, дом и семью, даже Кэрри такую, какой он надеялся видеть ее рядом. Он сам изгнал себя из Чикаго, сам лишил себя положения в обществе, он ограбил себя, он отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, веселые вечера. И ради чего? Чем больше Герцвуд думал, тем нестерпимее становилась для него эта мысль. Не попытаться ли восстановить свое прежнее положение, что если он вернет эти несчастные несколько тысяч, украденные прошлой ночью, и все объяснит? Быть может, мистер мой поймет, быть может, владельцы бара простят его и позволят ему вернуться? К полудню поезд подъехал к Детройту, и Герцвуд стал нервничать. Полиция уже, наверное, ищет его. Надо полагать, что во всех больших городах полиция извещена о пропаже, и теперь сыщики будут его выслеживать. Ему невольно вспомнились описания поимки преступников, и грудь его стала высоко вздыматься, а лицо побледнело. Руки Герцвуда конвульсивно задергались, словно ища, за что ухватиться. Он притворялся, будто его интересует вид за окном, и нервно постукивал ногой об пол. Керри заметила волнение Герцвуда, но ничего не сказала. Она не имела ни малейшего представления о его причине и о том, как эта причина важна. А Герцвуд вдруг спохватился, что даже не спросил, идет ли этот поезд прямо до Монреаля или до какого-нибудь другого пункта в Канаде. Возможно, что ему удастся выиграть время. Он тотчас вскочил и пошел разыскивать кондуктора. Скажите, пожалуйста, не идет ли часть вагонов прямо в Монреаль? Спросил он. Да, ближайшая спальня идет в Канаду. Герцвуд хотел было продолжить расспросы, но решил, что это будет неосторожно и что правильнее навести справки на вокзале. Поезд пыхтя и громыхая подкатил к станции. Я думаю, что нам лучше всего ехать прямо до Монреаля, сказал он, обращаясь к Элли. Я пойду узнаю, есть ли туда поезд и когда он отходит. Герцвуд волновался, но внешне старался казаться возможно спокойнее. А Керри только смотрела на него большими тревожными глазами. Все ее мысли перепутались, и она не могла прийти ни к какому решению. Едва поезд остановился, Герцвуд помог ей сойти и пошел вперед. Он с опаской оглядывался на каждом шагу, делая вид, что смотрит, не отстает ли Керри. Но он не заметил ничего подозрительного. Никто, очевидно, и не думал следить за ним, а потому он направился прямо к кассе. «Когда отходит поезд в Монреаль?» спросил он. Через двадцать минут ответил кассир. Герцвуд взял два спальных места и тотчас поспешил назад к Керри. «Мы сейчас же едем дальше», сказал он, не обращая внимания на ее усталый измученный вид. «Ох, хоть бы это все скорее кончилось», воскликнула она. «В Монреале вы сразу почувствуете себя лучше, дорогая». «У меня ничего нет с собой», сказала Керри, «даже носового платка». «Вы купите все, что вам нужно, как только мы приедем на место», успокаивал Гео Герцвуд. «Там вы сможете пригласить к себе портниху». Они заняли места в поезде, вскоре дежурный по станции дал сигнал к отправлению, когда поезд тронулся, Герцвуд облегченно вздохнул. Сперва небольшой пробег до реки, потом поезд перешел на паром, а когда они очутились в Канаде, Герцвуд откинулся на спинку дивана и впервые свободно перевел дыхание. «Теперь уже недолго», сказал он, на радостях вспомнив и об утомлении Кэрри. «Рано утром мы будем в Монреале». Кэрри ничего не ответила. «Я пойду узнаю, нет ли тут вагона ресторана», добавил Герцвуд. «Мне хочется есть». Глава двадцать девятая. Путевые развлечения. Морские корабли. Для человека, который никогда не путешествовал, всякое новое место, сколько-нибудь отличающееся от родного края, выглядит очень заманчиво. Если не говорить о любви, больше всего радости и утешения приносят нам путешествия. Все новое кажется нам почему-то очень важным, и под наплывом впечатлений мы отключаемся от грустных мыслей, ведь разум наш подчинен восприятию чувств прежде всего. В пути забывается горе, разлука с любимым, уходят прочь думы о смерти. Всего в двух словах «я уезжаю» кроется целый мир противоречивых чувств. Кэрри смотрела на мелькавший за окном пейзаж, почти забыв, что ее хитростью против воли заставили уехать, что у нее нет с собой и самого необходимого для долгой дороги. Иногда с любопытством, разглядывая фермерские домики и уютные коттеджи, она вовсе забывала о Герцтуде. Перед ней был новый интересный мир, жизнь будто снова начиналась. Она вовсе не чувствовала себя побежденной, ее надежды не были разбиты. Большой город сулил так много, может она вырвется из рабства, кто знает, может она еще найдет счастье. Эти мысли окрыляли ее, в оптимизме было ее спасение. На следующее утро поезд благополучно прибыл в Монреаль и путешественники вышли из вагона. Герцтуд, радуясь, что теперь он вне опасности, а Кэрри, девясь незнакомому северному городу. Герцтуд бывал здесь раньше и теперь вспомнил об отеле, в котором обычно останавливался. Когда они выходили из здания вокзала, водитель автобуса как раз назвал этот отель. «Мы поедем прямо туда и снимем номер», сказал Герцтуд. В отеле Герцтуд придвинул к себе книгу для записи приезжих и стал перелистывать ее в ожидании, пока освободится портье. Он лихорадочно придумывал себе фамилию. Когда портье подошел, нельзя было медлить ни секунды. По дороге сюда Герцтуд из окна экипажа увидел на вывеске фамилию, которую нашел достаточно благозвучной. И он размашисто написал «Джордж У. Мердок с женой». Чужая фамилия. Вот на что вынудили его обстоятельства. Но от своих инициалов он ни в коем случае не откажется. Когда им показали комнаты, Керри увидела, что Герцтуд снял для нее прелестный номер. «Там у вас есть ванна», сказал он, «И вы можете сейчас же выкупаться». Керри подошла к окну и выглянула на улицу, а Герцтуд посмотрел на себя в зеркало. Он был весь в пыли, и ему хотелось поскорее вымыться. У него не было с собой ни смены белья, ни даже щетки для волос. «Я позвоню и попрошу принести мыло и полотенце, а также пришлю вам щетку для волос», сказал он. «Вы можете не торопясь купаться до завтрака. Я побреюсь и вернусь за вами, а потом мы пойдем и что-нибудь вам купим». При последних словах он добродушно улыбнулся. «Хорошо», согласилась Керри. Она уселась в качалку, а Герцтуд стал дожидаться слугу, который вскоре постучал в дверь. «Пожалуйста, мыло, полотенце и графин холодной воды. Слушаюсь, сэр». «А теперь я пойду», сказал Герцтуд и, подойдя к Керри, протянул ей руки. Но она не проявила ни малейшего желания взять их в свои. «Вы все еще сердитесь на меня, Керри?» ласково спросил он. «Нет, не сержусь», равнодушно ответила она. «Неужели вы меня ни капельки не любите?» Керри не отвечала, упорно глядя в окно. «Неужели вы никогда не полюбите меня хоть немного?» молил Герцтуд, беря ее за руку, но Керри попыталась вырвать ее. «Вы когда-то говорили, что любите меня?» не сдавался он. «Почему вы меня обманули?» спросила Керри. «Я ничего не мог с собой поделать», сказал Герцтуд. «Я слишком люблю вас». «Вы не имели права влюбляться в меня», Колка заметила она. «Полно, Керри!» отозвался Герцтуд. «Теперь уже поздно. Я здесь с вами. Попробуйте немного полюбить меня». Он стоял перед герцтуд. с таким видом, будто он был обманутым». Керри отрицательно покачала головой. «Позвольте мне снова просить вас», продолжал Герцтуд. «Будьте с этого дня моей женой, Керри». Он все еще держал ее руку. Керри встала и повернулась, словно собираясь уйти. Тогда Герцтуд обнял ее за Наталью. Керри пыталась обороняться, но тщетно. Он крепко прижал ее к себе. И в нем тотчас вспыхнула непреодолимая страсть. Он весь пылал. «Пустите меня», пробормотала Керри, когда Герцтуд крепко прижал ее к груди. «Неужели вы не полюбите меня?» умолял он. «Почему вы не хотите быть моей?» Керри никогда не питала неприязни к Герцтуду и всего минуту назад довольно благосклонно прислушивалась к его словам, вспоминая свое былое увлечение им. Этот человек был так красив, так смел. Теперь это чувство сменилось постепенно нараставшим чувством протеста. Оно на миг овладело ею, но когда Герцтуд обнял ее, начало испаряться. «Что-то иное заговорило в ней. Этот человек, прижавший ее к груди, был такой сильный, в нем плала страсть, он любил ее, а она была так одинока. Если она не захочет опереться на него, не ответит на его любовь, куда же ей тогда деваться? Сопротивление ее уже наполовину растаяло под напором его сильного чувства. Она внезапно почувствовала, как он взял ее за подбородок и, приподняв ей голову, заглянул в глаза. Келли никогда не могла понять, что за магнетическая сила была в его взгляде. В этот миг она забыла все его прегрешения. Еще крепче прижав ее к себе, Герцтуд начал страстно целовать ее, и Келли поняла, что дальнейшее сопротивление бесполезно. «Вы обвенчаетесь со мной?» спросила она, совсем не думая о том, возможно ли это. «Сегодня же!» восторженно отозвался Герцтуд. Тут в дверь постучали, и Герцтуд с большой неохотой выпустил Келли из объятий, коридорный принес мыло, полотенце и воду. «Вы скоро будете готовы?» спросил Герцтуд, направляясь к двери. «Да», ответила Келли. «Я вернусь меньше, чем через час». Герцтуд спустился в вестибюль и стал оглядываться, ища глазами парикмахерскую. На душе у него было легко и радостно. Победа, только что одержанная над Келли, сулила награду за все, что он вынес в последние несколько дней. Жизнь стоила того, чтобы за нее бороться. Это бегство от всего, к чему он привык, к чему был привязан, быть может, вело к счастью. Гроза кончилась, и на небе появилась радуга, быть может, одним концом своим, указывающая на золотой клад. Герцтвуд собрался было подойти к двери, возле которой красовался столбик в красную и белую полоску, как вдруг кто-то фамильярно окликнул его. Столбик в красную и белую полоску. В Америке парикмахерские не всегда имеют вывески, их заменяет невысокий полосатый столбик, иногда вращающийся. Сердце у него мгновенно сжалось. — Здорово, Джордж, старина, — услышал он. — Что вы поделываете в этих краях? Герцтвуд узнал одного из своих приятелей, биржевого маклера по фамилии Кенни. — Я здесь по небольшому частному делу, — ответил Герцтвуд. Его мозг заработал с лихорадочной быстротой. Очевидно, Кенни ничего не знает, он еще не читал утренних газет. — Как странно встретить вас так далеко от дома, — добродушно продолжал мистер Кенни. — Вы остановились в этом отеле? — Да, неохотно ответил Герцтвуд, вспомнив о своей записи в книге приезжих. — Надолго приехали? — Нет, денька на два. — Вот как? — А вы уже завтракали? — Да, солгал Герцтвуд. — Я иду бриться. — Не зайдете со мной в бар? — Сейчас не могу, после, пожалуй, — ответил Герцтвуд. — Мы еще увидимся, вы тоже остановились здесь? — Да, — ответил мистер Кенни. — Как дела в Чикаго, — добавил он, — все по-старому, с улыбкой отозвался Герцтвуд. — Жена с вами? — Нет, ну, мы непременно должны еще встретиться с вами сегодня. Я сейчас пойду позавтракаю, а потом заходите ко мне, как только освободитесь. — Непременно, — обещал Герцтвуд, и они разошлись. Весь этот разговор был для него сплошной упыткой. Каждое слово Кенни казалось лишь усложняло и без того запутанное положение. Он пробудил в Герцтвуде тысячу воспоминаний, он олицетворял собою все, что управляющий баром оставил позади — Чикаго, жену, роскошный бар, обо всем этом упомянул Кенни в своих приветствиях и расспросах. Надо же было Кенни остановиться именно в этом отеле, теперь он, наверное, будет рассчитывать на общество Герцтвуда. С минуты на минуту прибудут газеты из Чикаго, да и местные газеты сегодня же напечатают обо всем. Мысль о том, что в глазах этого человека он будет вором, взломавшим сейф, заставила Герцтвуда совсем забыть о победе над Кетри. Он чуть не застонал, открывая дверь парикмахерской. Надо бежать отсюда, найти какой-то более уединенный отель. Герцтвуд обрадовался, когда, выйдя из парикмахерской, увидел, что в вестибюле нет ни души. Он быстро направился к лестнице. Он сейчас же возьмет с собой Керри, они выйдут с другого хода и позавтракают в более укробном месте. Однако на другом конце вестибюля он заметил какого-то субъекта, внимательно наблюдавшего за ним. Это был типичный ирландец, небольшого роста и довольно бедно одетый, с лицом, которое можно было назвать удешевленным изданием лица крупного политического интригана. По-видимому, этот человек только что разговаривал с портье и теперь устремил все свое внимание на бывшего управляющего баром. Герстуд почувствовал на себе пристальный взгляд и тотчас догадался, какой категории людей принадлежит этот субъект. Инстинктивно он понял, что сыщик следит за ним. Он быстро прошел мимо, делая вид, будто ничего не заметил, но в голове у него вихрем кружился поток мыслей «Что теперь будет? Что могут сделать с ним здесь?» Он вспомнил, что существует закон о выдаче преступников и заволновался, не зная в точности положений этого закона. Что если его арестуют? О, если Кэрри узнает? Нет, в Монреале земля горела у него под ногами, ему захотелось поскорее бежать отсюда. Когда Герцтвуд вернулся в номер, Кэрри уже успела выкупаться и теперь ждала его. Она посвежела и казалась еще прелестнее, но вела себя в высшей степени сдержанно. В ней чувствовался прежний холодок. Во всяком случае, любовь не пылала в ее сердце. Герцтвуд почувствовал это, и на душе у него стало еще тревожнее. Он не смог схватить ее в объятия, он даже не пытался сделать это. Что-то в ее поведении удерживало его. Да и сам он еще не отделался от мыслей и ощущений, нахлынувших на него в вестибюле. — Вы готовы? — ласково спросил он. — Да. — Пойдемте куда-нибудь завтракать. Зашний ресторан мне не очень понравился. — Мне все равно, сказала Кэрри. Они вышли из номера и спустились вниз. На ближайшем углу стоял тот же ирландец, который наблюдал за Герстудом в вестибюле. Управляющий баром еле сдержал себя, так трудно было ему притворяться, что он ничего не замечает. Его злил наглый взгляд ирландца. Они прошли мимо, и Герстуд принялся рассказывать Кэрри про Монреаль. Вскоре они увидели ресторан и вошли туда. Какой странный город, заметила Кэрри, которую Монреаль удивлял в сущности лишь потому, что не был похож на Чикаго. Просто жизнь здесь не кипит, как в Чикаго, сказал Герстуд. Вам тут не нравится? Нет, ответила Кэрри, уже свыкшаяся с великой столицей Запада и полюбившая ее. Да, пожалуй, Монреаль менее интересен, согласился Герстуд. А что он собой представляет, полюбопытствовала Кэрри. Она никак не могла понять, почему Герстуд повез ее именно в этот город. Ничего особенного, ответил Герстуд, это своего рода курорт с очень живописными окрестностями. Кэрри слушала его со смутной тревогой. Странность ее положения отравляла удовольствие, которое могла бы доставить ей эта поездка. Но мы здесь долго не останемся, продолжал Герстуд, который теперь был даже рад, что Кэрри не одобрила Монреаля. Как только мы позавтракаем, вы купите нужные вам вещи, и мы сразу двинемся в Нью-Йорк. Там вам понравятся Чикаго и Нью-Йорк, самые интересные города в Соединенных Штатах. Герстуд только и думал о том, как бы скорее убраться отсюда по добру, по здорову. Надо будет только сперва посмотреть, что сделают сыщики, что предпримут его бывшие хозяева в Чикаго, а потом улизнуть хотя бы в Нью-Йорк, где можно скрыться без особого труда. Он был достаточно хорошо знаком с этим городом и знал, какие источники питают здешнюю бездумную расточительность. Но чем больше он об этом размышлял, тем ужаснее казалось ему положение, в котором он находился. Герстуду стало ясно, что бегство в Монреаль отнюдь не решало задачи. Надо полагать, что его хозяева наймут сыщиков, которые неотступно будут следить за ним. Для этого существуют агентства Пинкертона, Муни и Боланда. Как только он попытается покинуть Канаду, его тотчас жаристуют. Возможно, ему придется прожить здесь долгие месяцы. И в каком состоянии? Вернувшись, Герстуд решил как можно скорее просмотреть утренние газеты. Его тянуло к ним, и в то же время он боялся взять их в руки. Ему хотелось узнать, как далеко успела распространиться весть о совершенном им преступлении. Сказав Кэрли, что вернется через несколько минут, он отправился за газетами. Вестибюлю не оказалось ни одного знакомого и вестибюля. Это вероятно мои покупки, сказала Кэрли. Герстуд отпер дверь. В коридоре стоял все тот же неприятный субъект, в котором он уже давно заподозрил сыщика. Вы мистер Герстуд не так ли? Спросил ирландец, принимая решительный и самоуверенный вид. Да, спокойно ответил Герстуд. Он так хорошо знал, чего стоят подобные люди, что к нему даже вернулась доля прежнего самообладания. У него в баре таких господ принимали весьма холодно. Выйдя в коридор, Герстуд закрыл за собой дверь. Надо полагать, что вы знаете, зачем я здесь, понизив голос, спросил сыщик. Да, догадываюсь. Так же тихо ответил Герстуд. Ну и что же? Намерены вы вернуть деньги? Это мое личное дело, угрюма отозвался Герстуд. Вы отлично знаете, что вам не удастся улизнуть, сказал сыщик, невозмутимо глядя на него. Послушайте, милейший, пренебрежительным тоном начал Герстуд. Вы ровно ничего не понимаете во всем этом деле, и я не намерен объясняться с вами. Как бы я не собирался поступить, я сделаю это без вашего или чьего бы то ни было совета. Прошу прощения. Странно вы в руках полиции. Если мы пожелаем, то можем причинить вам много неприятностей. Вы записались здесь под вымышленным именем, и с вами вовсе не ваша жена. Но газеты еще не знают, что вы здесь, и я советовал бы вам быть благоразумнее. Что вы хотите знать? Только одно, отошлете вы назад деньги или нет? Герстуд молча глядел в пол. «Мне незачем давать вам объяснение», сказал он наконец, «а вам незачем меня допрашивать. Поверьте, я не дурак. Я прекрасно знаю, что вы можете сделать и чего не можете. Вы можете причинить мне неприятности, против этого я не спорю, но этим вы не вернете денег». Я уже решил, как поступить, и написал об этом Феджеральду и Мою. Больше мне нечего вам сказать. Ждите, пока не получите от них новых указаний. Продолжая говорить, Герцвуд все дальше и дальше отходил от двери, увлекая таким образом за собой своего собеседника, чтобы Кэрри не услышала разговора. Наконец они очутились в самом конце коридора у двери в общую гостиную. «Значит, вы отказываетесь вернуть деньги», сказал сыщик, когда Герцвуд умолк. Эти слова вызвали у Герцвуда крайнее раздражение. Кровь горячей волной ударила ему в голову. Мысли быстро сменяли одна другую. Да неужели он вор? Он вовсе не хотел их денег. Если бы только он мог объяснить все толком владельцам бара, дело, пожалуй, уладилось бы благополучно. Послушайте, вы, я вовсе не желаю больше обсуждать с вами этот вопрос, заявил он. Я признаю вашу силу, но предпочитаю иметь дело с людьми, которые более осведомлены в этом деле. Вам не выбраться из Канады с деньгами, стоял на своем сыщик. Я не собираюсь уезжать из Канады, отозвался Герцвуд. А когда я улажу это дело, никто и не подумает задерживать меня. Он повернулся и пошел обратно, все время чувствуя на себе пристальный взгляд ирландца. Это было невыносимо, но, тем не менее, Герцвуд заставил себя спокойно идти дальше, пока не дошел до номера. Кто это был? спросила Кеви. Один мой чикагский знакомый. Разговор с сыщиком был для Герцвуда большим потрясением, тем более, что произошел он сразу же после мучительных тревог последней недели. Герцвуд погрузился в мрачное уныние. Вся эта история вызвала в нем сильнейшее отвращение. Больше всего его мучило сознание, что его преследуют как вора. Он начал понимать, сколь несправедливо так называемое общественное мнение, которое видит только одну сторону вопроса и судит о длительной трагедии подчас по какому-нибудь отдельно взятому эпизоду. Все газеты отметили только одно, что он захватил чужие деньги, но почему и как уже не играло для них никакой роли. Их нисколько не интересовало, какие осложнения в жизни привели человека к подобному шагу, и теперь его обвиняли так и не поняв, что побудило его так поступить. В тот же день, сидя в номере вместе с Кэрри, Герцог решил вернуть деньги. Да, он напишет Фитджеральду и Мою, объяснит им все и телеграфом перешлет деньги. Возможно, что они простят его. Быть может, они даже предложат ему вернуться. Кстати, будет оправданно и его заявление сыщику, будто он уже написал своим бывшим хозяевам, а затем он покинет этот город. Целый час он раздумывал над этим как будто приемлемым разрешением проблемы. Ему хотелось написать хозяевам о своих отношениях с женой, но на это он не мог решиться. И в конце концов он написал лишь, что выпив в компании друзей и случайно найдя сейф открытым, вынул оттуда деньги, а потом нечаянно захлопнул дверцу. Теперь он очень сожалеет о своем поступке и о том, что причинил мистерам Федежеральду и мою столько беспокойства. Он постарается возместить нанесенный ущерб, вернув деньги, то есть большую часть того, что он взял. Остальную сумму он вернет при первой же возможности. В конце письма он намекнул на то, что не прочь был бы вернуться к исполнению прежних обязанностей, если мистеры Феджеральд и мой найдут это возможным. Уже само содержание письма Герствуда достаточно ясно свидетельствовало о том, в каком смятении пребывал этот человек. Он даже забыл, как мучительно было бы для него вернуться в бар, если бы владельцы и пошли на это. Он забыл, что отсек от себя прошлое, словно ударом меча. Если бы даже ему каким-то образом и удалось восстановить связь с этим прошлым, на месте разреза навсегда остался бы заметный рубец. Впрочем, Герствуд теперь то и дел о чем-нибудь забывал, то о жене, то о Керри, то о нужде в деньгах. Сейчас он просто не способен был трезво рассуждать, все же он отправил письмо, отложив посылку денег до получения ответа. А пока он решил примириться с создавшимся положением и радоваться тому, что Керри с ним. Среди дня выглянуло солнце, его золотые лучи залили комнату, за открытыми окнами чирикали воробьи, слышались смех и пение. Герцтвуд не мог оторвать глаз от Керри, она казалась ему единственным светлым лучом среди всех его бедствий. О, если бы только она любила его! Только бы она хоть раз обняла его и стала опять такой нежной и радостной, какой он видел ее в маленьком парке в Чикаго. Как он был бы счастлив! Это вознаградило бы его за все пережитое. Тогда он знал бы, что не все еще потеряно. Ему не было бы тогда никакого дела до всего остального. Керри, сказал он, поднимаясь с места и подходя к ней, Керри, останешься ли ты со мной? Она взглянула на него чуть насмешливо, но в глазах ее мелькнуло искреннее сочувствие, как только она увидела выражение его лица. Это была любовь, горячая, страстная любовь, еще более возросшая от всевозможных затруднений и тревог. И Керри невольно улыбнулась ему. «Я хочу отныне быть для тебя всем», продолжал Герцтвуд. «Не причиняй мне больше горя. Я буду предан тебе. Мы поедем в Нью-Йорк и наймем там уютную квартирку, я снова займусь делом, и мы будем счастливы. Ты хочешь быть моей?» Керри слушала его серьезно. Конечно, она не пылала страстью к этому человеку, но его близости и само стечение обстоятельств пробудили в ней некоторое подобие чувства. Ей было искренне жаль Герцтвуда, и это была жалость, которую породило недавнее восхищение этим человеком. Настоящей любви к нему она никогда не питала, она сама убедилась бы в этом, если бы пожелала хорошенько разобраться в своих чувствах. Но то, что она испытывала сейчас под влиянием его сильной страсти, все же разрушила преграду между ними. Ты останешься со мной, да? Снова повторил Герцтвуд. Да, ответила Кэрри, слегка кивнув. Герцтвуд привлек ее к себе и стал покрывать ее лицо поцелуями. Но ты должен жениться на мне, сказала Кэрри. Я сегодня же раздобуду разрешение на брак, ответил Герцтвуд. Каким образом? Под чужим именем, ответил Герцтвуд. Я приму новое имя и начну новую жизнь. С сегодняшнего дня моя фамилия Мердок. О, только не это, воскликнула Кэрри. Почему? Она мне не нравится. Какую же ты хочешь, спросил Герцтвуд. Какую угодно, только не эту. Все еще не выпуская Кэрри из объятий, Герцтвуд подумал и предложил. А что ты скажешь насчет фамилии Уиллер? Это ничего, согласилась Кэрри. Ладно, в таком случае меня зовут Уиллер, заявил Герцтвуд. Я сегодня же достану разрешение. Они обвенчались у первого попавшегося пастора Баптиста. Наконец пришел ответ из Чикаго за подписью мистера Моя. Он писал, что поступок Герцтвуда чрезвычайно удивил его и что он искренне скорбит о случившемся. Если Герцтвуд вернет деньги, они не станут затевать против него дело, так как отнюдь не питают к нему каких-либо враждебных чувств. Но что касается его возвращения на прежнее место, то они еще окончательно не решили этого вопроса, так как трудно сказать, какие последствия это может иметь для Бара. Они еще подумают и сообщат ему позднее, возможно, даже очень скоро и так далее. Смысл письма был вполне ясен. Больше Герцтвуду надеяться не на что. Владельцы Бара хотят вернуть свои деньги, по возможности избегая огласки. В ответе мистера Моя Герцтвуд прочел свой приговор. Он решил передать доверенному лицу, которое обещали прислать владельца Бара, девять с половиной тысяч долларов, оставив себе тысячу хозяев вручил явившемуся в тот же день доверенному лицу деньги и, получив от него расписку, предложил Керри укладываться. Сначала он был несколько угнетен новым оборотом дела, но постепенно оправился. Его и теперь еще не покидал страх перед возможностью ареста и выдачи американским властям. Поэтому, как это не трудно было, Герцтвуд постарался уехать незаметно. Он распорядился отправить сундук Керри на вокзал и там сдал его в багаж на Нью-Йорк. Никто, по-видимому, не обращал на него никакого внимания, но все-таки он покинул отель глубокой ночью. Герцтвуд волновался. Ему казалось, что на первой же станции по ту сторону границы или на вокзале в Нью-Йорке его встретят представители закона и арестуют. А Керри, которая не имела ни малейшего понятия ни о совершенной им кражени, ни о его страхах, радовалась тому, что едет в Нью-Йорк. И утром, приближаясь к гигантскому городу, она залюбовалась зелеными холмами, окаймляющими широкую долину Гудзона. Она была очарована красотой местности, по которой мчался поезд, следуя изгибам реки. Она уже слыхала о Гудзоне и об огромном Нью-Йорке и теперь наслаждалась развертывавшейся перед нею чудесной панорамой. Когда поезд, повернув, помчался вдоль восточного берега реки Харлем, детство, сильно нервничая, сообщил своей спутнице, что они находятся на окраине города. Знакомая с чикагскими вокзалами, Кэрри ожидала увидеть длинные ряды вагонов и гигантское переплетение рельсовых путей, но здесь ничего подобного не было. Вместо этого она увидела большие суда на реке, предвестники близости океана. Дальше показалась обыкновенная улица с пятиэтажными кирпичными домами, и затем поезд вошел в туннель. «Нью-Йорк, Грэнд-Централ», возвестил кондуктор, когда поезд после нескольких минут пребывания во мраке и в дыму снова вылетел на свет. Герцтлуд встал и уложил свой маленький чемодан, нервы его были взвинчены до предела. Он постоял вместе с Кэрри у дверей и вышел из вагона. Никто не подошел к нему, но направляясь к выходу на улицу, он все же боязливо озирался по сторонам. Он был настолько взволнован, что совсем забыл про Кэрри, которая отстала от него и дивилась рассеянности своего спутника. Как только они покинули здание Грэнд Сантрал, Герцтлуд несколько успокоился. Они вышли на улицу, никто, кроме Кэбменов, и не думал заговаривать с ним. Только тогда Герцтлуд глубоко вздохнул и, вспомнив наконец про Кэрри, обернулся к ней. А я уже думала, что ты собираешься убежать и оставить меня одну, сказала она. Я стараюсь вспомнить, как доехать до отеля Джилси, ответил Герцтлуд. Кэрри была так захвачена видом шумного города, что почти не расслышала его ответа. Сколько жителей в Нью-Йорке, спросила она? Свыше миллиона, ответил Герцтлуд. Он окликнул Кэб, но далеко не с тем видом, с каким делал это раньше. Впервые за многие годы в голове его мелькнула мысль, что теперь нужно быть более расчетливым даже в мелких расходах, и мысль эта была весьма неприятна. Герцтлуд решил, не теряя времени, снять квартиру, чтобы не тратить денег на отели. Он сказал об этом Кэрри, и та вполне согласилась с ним. Мы поищем сегодня же, если хочешь, предложила она. Тут Герцтлуд вдруг вспомнил о неприятной встрече со знакомым в Монреале. В крупных нью-йоркских отелях он наверняка столкнется с кем-нибудь из тех, кто знал его в Чикаго. Приподнявшись с сиденья, он обратился к Кэббену. «Отвезите нас в Бельфорд», сказал он. «Это была скромная гостиница, где редко останавливались приезжие из Чикаго». «В какой части Нью-Йорка расположены жилые кварталы?» спросила Кэрри. «Она не могла представить себе, чтобы за этими стенами пятиэтажных домов, тянувшимися по обе стороны люди со своими семьями». «Да повсюду», ответил Герцтвуд, довольно хорошо знакомый с городом, «в Нью-Йорке нет особняков с лужайками, все это жилые дома». «Ну, тогда этот город мне не нравится», тихо произнесла Кэрри, которая начала высказывать собственные мнения. Глава тридцатая «В царстве величия» Путник мечтает. Какое бы положение не занимал Герцтвуд в Чикаго, в Нью-Йорке он был лишь ничтожнейшей каплей в море. В Чикаго, хотя его население в то время уже равнялось полумиллиону, крупных капиталистов было немного. Богачи не были еще столь богаты, чтобы затмевать своим блеском людей со средним достатком. Внимание жителей не было столь поглощено местными знаменитостями в драматической, художественной, социальной и других областях, чтобы человек, занимающий независимое положение, оставался совсем в тени. В Чикаго существовало лишь два пути к известности – политика и коммерция. В Нью-Йорке таких путей было с полсотни, на каждом из них подвязались сотни людей, и таким образом знаменитости не были редкостью. Море здесь кишело китами, а потому мелкая рыбешка совсем исчезала из виду и даже не смела надеяться, что ее заметят. Иными словами, в Нью-Йорке герц тут был ничто. Есть и более опасная сторона в таком положении вещей. Ее не всегда принимают во внимание, но она-то и порождает трагедии. Великие мира сего окружают себя атмосферой, дурно действующей на малых. Это ее влияние легко ощутить. Пройдитесь среди великолепных особнячков, изумительных экипажей, ослепительных магазинов, ресторанов, всевозможных увеселительных заведений. Вдохните аромат цветов, шелковых нарядов, вин. Почувствуйте опьянение от смеха, рвущегося из груди, блаженствующих в роскоши, от взглядов, сверкающих словно дерзкие копья. Ощутите, чего стоят эти разящие, как лезвие меча, улыбки и эта надменная поступь, и вы поймете, что представляет собой мир, в котором живут могущественные и великие. Нет смысла доказывать, что не в том истинное величие. Пока все тянутся к этим благам, пока человеческое сердце ставит их достижение главной своей целью, до тех пор эта атмосфера будет разрушать душу человека. Она как химический реактив. Один день ее действия, подобно одной капле химического вещества, так меняет и обесценивает наши понятия, желания и стремления, что на них остается неизгладимый след. День такого воздействия для ума неискушенного, то же, что опиум для неискушенного тела. Начинается мука желаний, которые, если им поддаться, неизменно ведут к безумным грезам и смерти. Ах, несбывшиеся мечты! Они снедают нас и томят эти праздные видения, они манят и влекут, манят и влекут, пока смерть и разложение не сокрушат их власти и не вернут нас, слепых, в лоно природы. Человек возраста и темперамента Герствуда не подвержен иллюзиям и жгучим желаниям юности, зато в нем нет и того оптимизма, который брызжет фонтаном из юного сердца. Нью-Йорк не мог вызвать в нем тех вожделений, которые загораются в душе восемнадцатилетнего мальчика. Но отсутствие надежды когда-либо приобщиться к этой роскоши усугубляло горечь его неудач. Герц тут раньше бывал в Нью-Йорке и прекрасно знал, какие возможности открываются в этом городе для тех, кто может вкушать жизнь во всей ее полноте. Нью-Йорк вызвал в нем отчасти благоговейный страх, ибо здесь сосредоточивалось все, что он уважал и почитал богатство, положение, слава. Большинство знаменитостей, с которыми он неоднократно чокался в те дни, когда управлял баром, выдвинулось именно в этом величественном многолюдном городе. Рассказывали самые захватывающие истории о роскоши нью-йоркских дворцов и о жизни их обитателей. Герцл понимал, что здесь человек, сам того не замечая, живет всю жизнь бок о бок с богатством, что здесь, имея сто или даже пятьсот тысяч долларов, можно жить лишь более или менее прилично. Для того, чтобы блистать в обществе, для того, чтобы не отставать от моды, здесь нужны несравненно большие капиталы, а для бедного человека тут вообще нет места. Очутившись в этом городе, отрезанный от друзей, лишившийся не только своего скромного состояния, но и имени, вынужденный заново начать борьбу за существование, Герц тут с особенной остротой отдавал себе во всем этом отчет. Он не был стар, но был достаточно умен, чтобы понимать, что скоро начнет стареть. И как-то сразу это зрелище красивых нарядов, уверенности и силы приобрело в его глазах особое значение. Уж очень велика была разница между этой роскошью и его собственным плачевным положением. А положение его и вправду было плачевное. Герцтвуд вскоре увидел, что отсутствие страха перед арестом не является непременным условием. Едва миновала одна опасность, на сцену выступила другая — нужда. Жалкая сумма в 1300 долларов, которую им с Кэрри придется растянуть на несколько лет, чтобы покрывать свои расходы на жилище, одежду, пищу и развлечения, вряд ли могла успокоить человека, привыкшего тратить в пять раз больше за один лишь год. Герцтвуд много думал об этом и в первые же дни по приезде в Нью-Йорк пришел к выводу, что нужно действовать решительно. Ознакомившись с коммерческими предложениями в утренних газетах, он принялся за поиски работы. Однако прежде он вместе с Кэви обосновался в квартире на 78 улице близ Амстердам-авеню. Дом был пятиэтажный, а их квартира расположена на третьем этаже. Благодаря тому, что улица еще не была плотно застроена, на востоке видны были зеленые вершины деревьев Централ-парка, а на западе широкие воды Гудзона. Квартирка с ванной обходилась в 35 долларов в месяц, что для того времени было средней ценой, но все же очень чувствительной для Герцтвуда. Кэрри обратила внимание на разницу в размере здешних и чикагских комнат. Она поделилась своими наблюдениями с Герцтвудом. Ничего лучшего мы не найдем, дорогая, сказал он ей, разве только если будем искать квартиру в одном из старых домов, а там ты не будешь иметь тех удобств, что здесь. Квартирка привлекла внимание Кэрри тем, что была заново отделана и находилась в одном из новых домов с центральным отоплением. Это было большое преимущество. Хорошая плита, горячая и холодная вода, грузовой лифт и даже рупор для переговоров со швейцаром — все это очень понравилось молодой женщине. В ней был достаточно развит хозяйственный инстинкт, чтобы вполне оценить эти усовершенствования. Герцтвуд вошел в соглашение с одной мебельной компанией, которая обставила квартиру за взнос в 50 долларов наличными при условии выплаты остальной суммы частями по 10 долларов в месяц. Затем он заказал медную дощечку, на которой было выгравировано Дж. У. 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 Закончив с хлопотами по устройству квартиры, Герцтвуд отправился по нескольким объявлениям, рассчитывая приобрести долю в каком-нибудь преуспевающем баре. После роскошного заведения на Адамс-стрит ему не по душе были жалкие кабаки, которые он теперь посетил. Он только зря потратил несколько дней на их осмотр, все они были очень неприглядны. Зато он извлек много ценных сведений из бесед с владельцами баров. Он узнал о неограниченном влиянии Таммани-Холла на деловую жизнь города и о том, как важно быть в хороших отношениях с полицией. Таммани-Холл — штаб-квартира Нью-Йоркской организации Демократической партии. Он обнаружил, что наиболее процветающие бары, в противоположность Фитцжеральду и Мою, ведут свои дела, далеко отступая от предусмотренных законом норм. Наиболее доходные заведения имели во втором этаже шикарно обставленные отдельные кабинеты и потайные комнаты для свиданий. По самодовольным лицам владельцев этих заведений, по бриллиантам, сверкавшим на запонках их сорочек, и по элегантному покрою их одежды, видно было, что торговля алкоголем здесь, как и везде в мире, золотое дно. После долгих поисков Герцвуд нашел человека, который владел на Уоррен-стрит, баром, как будто обещавшим в будущем большие барыши. Тут, казалось, можно было ввести кое-какие усовершенствования, внешний вид заведения был довольно приличный, а владелец хвастал, что дела идут прекрасно, и, по-видимому, оно так и было. — Наша клиентура состоит из людей зажиточных, — сказал он Герцвуду. — Это коммерсанты, камевояжоры, люди всяких профессий. Проходимцев мы сюда не пускаем. Герцвуд постоял, прислушиваясь к частым звонкам кассы, и некоторое время последил за торговлей. — И вы думаете, что доходов с вашего предприятия вполне хватит на двоих? — спросил он. — Если вы понимаете в деле, то можете убедиться сами, — ответил владелец. — У меня есть еще один бар на улице Нассау, и у меня нет времени для обоих. Если бы я нашел подходящего человека, знающего дело, я был бы не прочь взять его в долю и предоставить ему управление этим баром. — У меня есть опыт, — небрежно ответил Герцвуд. Однако он воздержался от упоминания о том, что был управляющим бара Фиджеральд и мой в Чикаго. — В таком случае слово за вами, мистер Уиллер, — сказал владелец бара. Он предлагал только третью долю в деле, включая наличный товар и обстановку, за что Герцвуд должен был внести тысячу долларов и, кроме того, работать управляющим. О недвижимом имуществе договариваться не приходилось, так как владелец бара лишь арендовал помещение. Предложение показалось Герцвуду весьма заманчивым. Вопрос был лишь в том, даст ли одна треть дохода бара, расположенного в таком месте, те полтораста долларов в месяц, которые по его приблизительному подсчету необходимы были на домашние расходы. Впрочем, ввиду неудач во всех других местах, сейчас не время было долго колебаться. Во всяком случае, Герцвуд мог надеяться, что уже сейчас будет зарабатывать долларов сто в месяц, а если разумно вести дело и кое-что усовершенствовать, то и больше. Он согласился на предложение, внес свою тысячу долларов и решил на следующий день приступить к исполнению своих обязанностей. Вначале он был в восторге от заключенной сделки и говорил Керри, что, по-видимому, вложил деньги в очень выгодное предприятие. С течением времени, однако, обнаружилось много такого, что заставило его призадуматься. Во-первых, оказалось, что его партнер человек очень сварливый, к тому же он выпивал и тогда начинал скандалить. К этому Герцвуд совсем не привык. Во-вторых, доходность с бара сильно колебалась. Здесь не было ничего похожего на ту постоянную клиентуру, с которой Герцвуд имел дело в Чикаго. Он понял, что пройдет немало времени, прежде чем ему удастся завести друзей среди своих посетителей. Сюда, в этот бар, люди заходили наспех и уходили, нисколько не интересуясь чьей-либо дружбой. Это не было места, куда приходили посидеть и поболтать. Мелькали дни и недели, а Герцвуд ни от кого не слышал тех сердечных приветствий, какие привык слышать каждый день в Чикаго. Кроме того, Герцвуду недоставало общество знаменитостей, тех элегантных людей, которые задают тон даже в барах средней руки, принося с собой вести о том, что делается в наиболее изысканных и замкнутых кругах. Он месяцами не видел ни одного выдающегося по его понятиям человека. По вечерам во время пребывания в баре Герцвуд неоднократно находил в газетах заметки о прославленных людях, которых он знал и с которыми неоднократно выпивал стаканчик-другой, о людях, которые посещали такие бары, как Фитджеральд и мой или Гоффман. Но здесь, — он прекрасно понимал это, — ему никогда не придется встретиться с ними. К тому же предприятие не приносило ожидаемого дохода. Правда, дела несколько оживились, но Герцвуду было ясно, что придется быть очень и очень экономным в своих расходах, а это унижало его. В первое время для него было наслаждением, вернувшись поздно домой, увидеть поджидающую его Кэтри. Он распределил свое время так, чтобы между шестью и семью часами вечера уходить домой обедать, а утром оставаться дома до девяти часов. Но мало-помалу это потеряло прелесть новизны, и Герцвуд начал тяготиться однообразием своих обязанностей. Не прошло и месяца, со дня приезда в Нью-Йорк, как Кэрри заметил однажды таким тоном, каким говорят о вещах маловажных. «Я собираюсь сходить на этой неделе в город и купить себе платье». «Какое именно?» — спросил Герцвуд. «О, какое придется, лишь бы можно было выходить в нем на улицу». «Хорошо», — с улыбкой сказал Герцвуд, но при этом подумал, что для его финансов было бы лучше, если бы она воздержалась от покупки. На следующий день об этом больше не упоминалось, но на третий день утром Герцвуд осведомился. «Ты уже купила себе платье?» «Нет», — еще ответила Кэрри. Герцвуд помолчал, как будто что-то соображая, а затем сказал, «Ты не можешь повременить несколько дней с этой покупкой?» «Могу», — ответила Кэрри, еще не уловив, к чему он клонит, так как Герцвуд никогда не давал ей повода думать о денежных затруднениях. «Но почему?» — поинтересовалась она. «Видишь ли, я вложил все наличные деньги в дело и пока что очень стеснен в средствах, но я надеюсь в самом ближайшем времени вернуть весь вложенный капитал». «Ах, вот оно, что!» — воскликнула Кэрри. «Ну, конечно, дорогой, почему же ты мне раньше не сказал об этом?» «Раньше в этом не было необходимости», — ответил Герцвуд. Согласившись с такой готовностью, Кэрри все же не применула отметить какое-то сходство между словами Герцвуда и отговорками Друэя, все время собиравшегося покончить с каким-то дельцем. Это была лишь мимолетная мысль, и все же она положила начало чему-то новому. Кэрри начала несколько иначе смотреть на Герцвуда. Мало-помалу стали накопляться и другие мелочи такого же рода, которые в общей сложности явились для Кэрри большим откровением. Она вовсе не была глупа. К тому же два человека, прожив долгое время под одним кровом, не могут не узнать друг друга. Беспокойство одного открывается другому, независимо от того, желает он сознаться в нем или нет. Воздух насыщен тревогой, и мрачное настроение говорит само за себя. Герцвуд по-прежнему хорошо одевался, но костюмы его были все те же, что он носил еще в Канаде. Кэрри заметила, что он не обновлял своего крайне скромного гардероба. От нее не укрылось и то, что он весьма редко предлагал ей какие-либо развлечения, что он ни разу не похвалил ее кулинарных способностей и как будто с головой ушел в свое дело. Это был уже не тот беспечный, щедрый, богатый Герцвуд, которого она знала в Чикаго. Перемена была столь разительна, что не могла оставаться незамеченной. Вскоре Кэрри почувствовала и другую перемену. Он перестал делиться с ней своими мыслями. Он стал скрытным и советовался лишь самим собою. Ей приходилось самой расспрашивать его о всяких мелочах, а это весьма неприятно для каждой женщины. Иногда сильная любовь вынуждает мириться с этим, но только мириться не больше. А там, где сильной любви нет, напрашиваются более определенные, но весьма неутешительные выводы. Герцвуд же отважно боролся с затруднениями, которые возникли у него на новом пути. Он был достаточно умен, чтобы понимать, какую огромную ошибку он совершил, и ценить то немногое, чего он добился сейчас. Однако час за часом и день за днем он невольно сравнивал свое нынешнее жалкое и шаткое положение с прежней солидной обеспеченностью. Кроме того, его постоянно мучил страх встретить кого-нибудь из прежних приятелей. Этот страх особенно усилился после одной неприятной встречи, которая произошла вскоре по прибытии Герцвуда в Нью-Йорк. Он шел по Бродвею и вдруг увидел, что навстречу ему идет знакомый. Притворяться и делать вид, будто он не узнал чикагца, было уже поздно. Они успели обменяться взглядами, и было слишком ясно, что оба узнали друг друга. Знакомый, представитель крупной чикагской фирмы, счел своим долгом остановиться. — Ну, как живете? — спросил он, протягивая Герцвуду руку, но ни в интонации, его ни в жести не было ничего похожего на искренний интерес. — Благодарю вас, — хорошо, — ответил Герцвуд, — не менее смущенный, чем тот. — А вы как? — Ничего, я приехал кое-что закупить для фирмы. — А вы что же теперь живете здесь постоянно? — Да, — ответил Герцвуд, — у меня свое дело на Уоррен-стрит. — Вот как? — Очень рад слышать. Как-нибудь загляну к вам. — Заходите, — сказал Герцвуд. — Ну, всего доброго, — сказал тот с любезной улыбкой и попрощался. — Он даже не спросил номера дома, — подумал Герцвуд. — Так он и зайдет. Герцвуд вытер вспотевший лоб и от всего сердца понадеялся, что никого больше не встретит. Все эти мелочи стали сказываться на характере Герцвуда, который до сих пор был человеком добродушным. Единственная его надежда была на скорую перемену в материальном положении. Кэрри была с ним. Долг за мебель он аккуратно погашал. У него было более или менее доходное место. Что же касается развлечений, то Кэрри должна довольствоваться тем, что он может предложить ей. Только бы ему продержаться, и тогда все будет хорошо. Но он забывал о неустойчивости человеческой натуры, о трудностях семейной жизни. Кэрри была молода. У них обоих часто менялось настроение. В любую минуту могла произойти вспышка, хотя бы за обеденным столом, как это часто бывает в самых благополучных домах. Лишь сильная любовь может загладить те мелкие недоразумения, которые возникают при совместной жизни. А там, где такой любви нет, обе стороны скоро разочаровываются друг в друге и неизбежно сталкиваются с тяжелой проблемой. Как избежать семейных дрязг? Глава тридцать первая Любимица фортуны Бродвей блещет богатством Если на Герствуда Нью-Йорк действовал угнетающе, то Кэрри, напротив, вполне спокойно относилась к новой обстановке. Несмотря на то, что вначале она отозвалась о Нью-Йорке неодобрительно, этот город заинтересовал ее чрезвычайно. Прозрачный воздух, шумные площади, перекрестки и полная равнодушие к человеку все здесь поражало ее. Она никогда еще не видела таких крохотных комнат, как те, в которых жила сейчас, но это не помешало ей полюбить их. Новая мебель выглядела нарядно, а сервант, на котором Герствуд все расставил по своему вкусу, сверкал красивой посудой. Каждая комната была обставлена соответствующим образом. В гостиной стояла взятая на прокат пианино, так как Кэрри выразила желание учиться музыке. Она наняла служанку и быстро усваивала премудрость ведения домашнего хозяйства. Впервые в жизни она жила в узаконенном положении жены и, стало быть, была оправдана в глазах общества. И мысли ее были просты и невинны. Долгое время ее занимало устройство нью-йоркских домов, где десять семейств могли жить годами и оставаться чужими и безразличными друг к другу. Дивилась она также гудкам сотен судов в порту, этому пронзительному и долгому вою, которым обмениваются в тумане океанские пароходы и паромы. Уже одно то, что эти звуки доносились с моря, представлялось ей чудесным. Она могла без конца любоваться видневшейся из окон полоской гудзона и кипевшим кругом строительством огромных зданий. Здесь было много такого, о чем можно было пораздумать. Новых впечатлений хватило бы на целый год, и все это нисколько не приедалось. Кроме того, Герцтвуд был чрезвычайно предан ей. Как не мучили его всякие тревоги, он никогда не говорил о них Керри. Он держал себя с прежним достоинством, мирился с новым положением, радовал сообществу Керри, ее способностям и маленьким успехам. Каждый вечер он вовремя являлся к обеду и находил уютно убранную столовую. Малые размеры комнаты лиск придавали ей больший уют. Казалось, здесь есть абсолютно все, что только требуется для столовой. Стол, покрытый белой скатертью, был уставлен красивыми тарелками, а канделябр с четырьмя ветвями, увенчанными маленькими красными абажурами, бросал мягкий свет вокруг. С помощью служанки Керри отлично справлялась с бифштексами и котлетами, а в остальном ее очень выручали всевозможные консервированные продукты. Она овладевала искусством печь бисквиты и вскоре уже с гордостью ставила на стол блюдо с воздушным, тающим во рту печеньем. Так они прожили второй месяц, третий, четвертый. Пришла зима, а с нею ощущение, что приятнее всего сидеть дома, о посещении театров, заговаривали редко. Герствуд прилагал все усилия, чтобы покрывать расходы по дому, стараясь при этом ничем не выдавать своих тревог. Он говорил Керри, что ему приходится то и дело вкладывать в предприятие деньги, чтобы в будущем иметь больше доходов. Для себя лично он довольствовался самой скромной суммой, но и очень редко предлагал что-либо приобрести для Керри. Так миновала первая зима. На второй год дело под управлением Герствуда несколько оживилось и стало давать ему те 150 долларов в месяц, на которые он рассчитывал. К сожалению, Керри к этому времени успела сделать для себя некоторые выводы, а Герствуд со своей стороны обзавелся кое-какими знакомыми. Керри, бывшая по натуре скорее пассивной и покорной, чем активной и требовательной, мирилась с положением, которое представлялось ей довольно сносным. Иногда они посещали театр, иногда, довольно редко, ездили на побережье океана, в разные концы Нью-Йорка, но знакомых у них совсем не было. В своих отношениях с Керри Герствуд, естественно, утратил прежнюю изысканность и галантность манер и постепенно перешел на простой дружеский тон. Недоразумений между ними не было, не было и особых расхождений во взглядах. Не имея свободных денег, не навещая никаких друзей, Герствуд вполне понятно вел жизнь, которая не могла вызвать у Керри ни ревности, ни недовольства. Она сочувственно относилась к его трудной работе и нисколько не скорбела о том, что лишилась тех развлечений, в которых у нее не было недостатка в Чикаго. Нью-Йорк в целом и ее домашняя жизнь в частности пока что удовлетворяли ее. Но по мере расширения дела Герствуд, как уже было сказано, стал постепенно заводить знакомства. Он также стал уделять больше внимания своему гардеробу. Он уверял себя, что очень дорожит семейной жизнью, но что это отнюдь не лишает его права иной раз не явиться домой к обеду. Когда это случилось впервые, он отправил Керри посыльного, поручив ему передать, что задержится. Керри пообедала одна. Она надеялась, что это больше не повторится. Во второй раз он также предупредил ее, но лишь в последнюю минуту. А в третий раз Герствуд и совсем забыл известить ее и лишь потом уже по возвращении домой извинился. Правда, между этими случаями были промежутки в несколько месяцев. — Где же ты пропадал, Джордж? — спросила Керри, когда он не пришел в первый раз. Был занят в баре, добродушно отозвался он. Нужно было оформить кое-какие счета. — Очень жаль, что ты не пришел, — ласково упрекнула она его. Я приготовила такой чудесный обед. Во второй раз он ограничился той же отговоркой, а в третий раз Керри была уже немало рассержена его поведением. — Пойми, что я не мог уйти домой, — оправдывался Герствуд. Я был очень занят. — Неужели ты не мог дать мне знать, что не придешь? — стояла на своем Кэдри. — Я хотел предупредить тебя, но как-то случилось, что я забыл об этом и вспомнил, когда было уже поздно. А я приготовила такие вкусные вещи, — вздохнула Кэдри. Наблюдая за Кэдри, Герцуд решил, что она по натуре домоседка, и ее главное призвание — дом и хозяйство. К этому странному выводу он пришел после года совместной жизни, хотя видел ее выступление на сцене в Чикаго и прекрасно знал, что теперь она привязана к квартире и к нему в силу созданных им условий и полного отсутствия друзей. Его радовало, что у него есть жена, которая довольствуется столь малым. Такой взгляд на семейную жизнь привел к естественным последствиям. Вообразив, что Кэдри всем довольна, Герствуд счел себя обязанным давать лишь то, что может обеспечить ей подобное удовлетворение жизнью. Иными словами, он заботился о мебели, об украшении квартиры, о необходимой одежде и средствах для пропитания, но все меньше и меньше думал о том, чтобы сколько-нибудь развлечь Кэдри, приобщить ее к блеску и веселью большого города. Сам он испытывал сильное тяготение к миру, лежавшему за стенами их квартиры, но почему-то думал, что Кэдри было бы неинтересно сопровождать его. Однажды он отправился в театр один. В другой раз уехал на весь вечер играть в покер со своими новыми друзьями. Постепенно у него опять завелись деньги, и он снова ожил, но, конечно, это было далеко не то, что в Чикаго. К тому же он всячески избегал таких увеселительных заведений, где рисковал встретиться с людьми, с которыми встречался раньше. Все это Кэдри стала как-то инстинктивно угадывать, но по натуре она не принадлежала к женщинам, которых подобное поведение могло бы встревожить. Не пылая сильной любовью к Герствуду, она не могла особенно терзаться и ревностью. Собственно говоря, она и вовсе не ревновала, а Герствуд был вполне доволен ее спокойствием и не трудился вникнуть в его причины. И если теперь случалось, что он не приходил к обеду, это уже не казалось Кэдри ужасным. Она оправдывала все тем, что на его пути стоят обычные соблазны, которых не может избежать ни один мужчина, друзья, с которыми хочется побеседовать, всякие места, куда интересно заглянуть, знакомые, с которыми надо посоветоваться. Кэдри ничего не имела против того, чтобы он по-своему развлекался. Она только не хотела, чтобы он забывал о ней. Положение казалось ей более или менее терпимым, и она только замечала, что Герствуд стал совсем не тот, каким был раньше. На втором году их пребывания в Нью-Йорке, рядом с ними освободилась квартира, и вскоре туда переехала очень красивая молодая женщина с мужем. Кэдри познакомилась с этой четой. Знакомство способствовало то, что обе квартиры обслуживались одним грузовым лифтом. Это полезное сооружение служило для подачи наверх, присылаемых из магазинов покупок и для отправки вниз всяких хозяйственных отбросов. Всякий раз, когда швейцар подавал свисток, хозяйки обеих квартир подходили к дверцам лифта и встречались лицом к лицу. Однажды утром, когда Кэрри подошла взять из лифта газету, новая соседка, красивая темноволосая женщина, лет двадцати трех, вышла из своей квартиры, очевидно, с той же целью. На ней был пеньюар, накинутый поверх ночной сорочки, волосы ее были растрепаны, но она оказалась такой хорошенькой и такой симпатичной, что сразу понравилась Кэрри. Соседка лишь смущенно улыбнулась, но этого было вполне достаточно. Кэрри сейчас же подумала, что было бы очень приятно познакомиться с нею. Та же мысль мелькнула и у этой женщины, которая пришла в восхищение от наивного личика Кэрри. Рядом с нами поселилась очень красивая женщина с мужем, заметила Кэрри, садясь с Герстфудом завтракать. — Кто такие? — поинтересовал сон. — Я право не знаю, — сказала Кэрри. — Над звонком у них написано «Вэнс». Я только знаю, что кто-то из них прекрасно играет на рояле. Полагаю, что это миссис Вэнс. — Хм, — промычал Герстфуд. — В таком городе, как Нью-Йорк, никогда не знаю, что за люди живут рядом с тобой. В этих немногих словах отразилось обычное отношение жителей Нью-Йорка к своим соседям. — Подумай только, Джордж, — сказала Кэрри, — вот я больше года живу в этом доме среди десятка других семей и не знаю ни души. Новые соседи, о которых я тебе сейчас говорила, уже больше месяца здесь, а я только сегодня утром впервые увидела эту самую миссис Вэнс. — Что ж, это, пожалуй, к лучшему, — стоял на своем Герстфуд. — Никогда не знаешь, с кем имеешь дело. Порой можно натолкнуться на очень неприятных людей. — Конечно, — согласилась с ним Кэрри. Разговор перешел на другие темы, и Кэрри перестала думать об этом, пока снова не столкнулась с миссис Вэнс, когда два-три дня спустя выходила из дому, отправляясь на рынок. Та как раз возвращалась домой и, узнав соседку, кивнула ей, Кэрри ответила улыбкой. Таким образом создалась почва для знакомства. Не будь этого мимолетного приветствия, они, по всей вероятности, никогда не узнали бы друг друга ближе. Снова прошло несколько недель, и Кэрри больше не встречала миссис Вэнс, но через тонкую стенку, разделявшую их гостиные, доносились звуки рояля. Кэрри нравился и выбор музыкальных пьес, и блеск их исполнения. Сама она играла посредственно, и поэтому игра миссис Вэнс граничила в ее представлении с виртуозностью. Все, что ей до сих пор случалось видеть и слышать, конечно, это были самые отрывочные и туманные сведения, указывало на то, что соседи очень культурные и вполне обеспеченные люди. И потому Кэрри, естественно, с нетерпением дожидалась случая завязать, наконец, знакомство. Однажды утром в квартире Кэрри раздался звонок. Служанка, находившаяся в кухне, нажала кнопку, автоматически открывающую парадную дверь внизу. Когда Кэрри вышла на площадку, чтобы узнать, кто это к ним направляется, она увидела поднимавшуюся по лестнице миссис Вэнс. «Надеюсь, вы простите меня», — сказала та. «Уходя, я забыла захватить с собою ключ, а потому и позволила себе позвонить к вам». К этой уловке нередко прибегали и другие жильцы, когда по рассеянности забывали дома ключи, но никто не находил нужным извиняться. «Я очень рада, что могла быть вам полезна», — сказала Кэрри. «Я сама часто пользуюсь этим способом». «Чудесная погода сегодня», — заметила миссис Вэнс, задерживаясь на минуту. Так после ряда незначительных фраз завязалось наконец их знакомство, и в миссис Вэнс Кэрри обрела очень милую собеседницу и приятельницу. Кэрри часто заходила после этого к соседке, и та, в свою очередь, навещала ее. Обе квартирки были уютные, но жилище супругов Вэнс было обставлено несколько богаче. «Не зайдете ли вы вечером к нам?» — предложила однажды миссис Вэнс. «Мне хотелось бы познакомить вас с мужем». Этот разговор произошел вскоре после того, как между обеими женщинами завязалась дружба. «Мой муж тоже очень хочет познакомиться с вами». «Вы играете в карты?» — добавила миссис Вэнс. «Немного», — ответила Кэрри. «Вот мы и составим маленькую партию, а если ваш муж к тому времени вернется, непременно захватите его с собой». «Он сегодня не придет к обеду», — сказала Кэрри. «Что ж, мы позовем его, когда он вернется». Кэрри согласилась и в тот же вечер познакомилась с тучным мистером Вэнсом. Он был несколькими годами моложе Герцтвуда. Тем, что у него была такая красивая и приятная жена, он был обязан больше своим деньгам, нежели внешности. Кэрри понравилась ему с первого же взгляда, и он всячески изощрялся, стараясь быть с ней полюбезнее. Он научил ее новой игре в карты, много рассказывал о Нью-Йорке и о том, какие развлечения есть в этом городе. Затем миссис Вэнс поиграла на рояле, а вскоре пришел и Герцтвуд. «Очень рад познакомиться с вами», — сказал он миссис Вэнс, когда Кэрри представила его. И в его манерах вновь появилась та изысканность, которая в свое время пленила Кэрри. «Вы не подумали, что ваша жена сбежала?» — спросил мистер Вэнс, протягивая руку. «Да, я уж решил, что она нашла себе более подходящего мужа», — в тон ему ответил Герцтвуд. После этого Герцтвуд перенес все свое внимание на миссис Вэнс, и Кэрри мгновенно вновь увидела то, чего ей в последнее время подсознательно недоставало в Герцтвуде. Лоск и галантность светского человека. Увидела она и то, что была неважно одета, куда ей до нарядной миссис Вэнс. У Кэрри словно завеса пала с глаз. Она почувствовала, что не живет, а прозябает, и этого сознания было вполне достаточно, чтобы испортить ей настроение. К ней вернулась прежняя благотворная, пробуждавшая мечты грусть, заставившая Кэрри задуматься о своих возможностях. Это пробуждение не имело каких-либо немедленных последствий, ибо Кэрри была человеком не очень инициативным. Тем не менее, если жизнь сулила какую-то новизну, Кэрри охотно плыла по течению. Герцтвуд ничего не заметил. Так и остались скрытыми для него те явные контрасты, на которые обратила внимание Кэрри. Он не уловил даже тени грусти, появившиеся в ее глазах, а хуже всего было то, что теперь Кэрри стала чувствовать себя дома одинокой, и постоянно искала общество миссис Вэнс, которое искренне к ней привязалось. «Давайте пойдем сегодня», — на гимной спектакль предложила миссис Вэнс, заглянув однажды утром к Кэрри. На гости был бледно-розовый капот, который она накинула, встав с постели. Герцтвуд и Вэнс уже с часа назад разошлись, каждый по своим делам. Хорошо согласилась Кэрри, любуясь Холиной внешностью своей изящной приятельницы. Достаточно было взглянуть на миссис Вэнс, чтобы стало ясно, что каждое ее желание исполняется, что ее горячо любят. «А что сегодня идет?» — поинтересовалась Кэрри. «О, мне очень хочется посмотреть нато Гудвина», — сказала миссис Вэнс. «По-моему, он лучший комик в мире, газеты очень хвалят этот спектакль». «А когда нам нужно будет выйти из дому?» — спросила Кэрри. «Давайте выйдем в час и пройдемся по Бродвею», — сказала миссис Вэнс. «Это прекрасная прогулка, театр на Мэдисон-сквер». «Я с удовольствием пойду», — сказала Кэрри. «А почем билеты?» — спросила она. «Я думаю, не больше доллара», — ответила миссис Вэнс. Миссис Вэнс ушла к себе и к часу появилась снова. На ней было элегантное темное платье и очаровательная шляпка в тон. Кэрри тоже приоделась и выглядела очень мило, но при виде приятельницы она с болью в сердце почувствовала, как велика между ними разница. У миссис Вэнс было много прелестных мелочей, которые дополняли ее туалет и которых недоставала Кэрри. Золотые вещицы, изящная сумочка из зеленой кожи с монограммой, племилые шелковые платочки, обшитые кружевом и тому подобное. Кэрри понимала, что ее гардероб слишком скуден и прост, чтобы она могла выдержать сравнение с этой женщиной. Она подумала, что, взглянув на них, всякий отдаст предпочтение миссис Вэнс, плененной ее нарядом. Это была неприятная и не совсем справедливая мысль, ибо теперь фигура Кэрри стала тоже прелестно округлой, а лицо было красиво красотой определенного типа. Разница была лишь в качестве свежести наряда, и нельзя сказать, чтобы эта разница уж очень бросалась в глаза. Но так или иначе, это еще больше укрепило в душе Кэрри недовольство своим положением. Прогулка по Бродвею в те дни, как и сейчас, впрочем, составляла одну из главных приманок Нью-Йорка. Здесь можно было встретить не только хорошеньких женщин, любящих показать себя, но и мужчин, любящих восхищаться ими. Это была яркая процессия красивых лиц и туалетов. Женщины появлялись в своих лучших шляпах, в изящной обуви и перчатках, и шли парно, рука об руку, в роскошные магазины и театры, разбросанные по всему Бродвею от 14 до 34 улицы. Точно так же щеголяли мужчины, разодетые по последней моде. Любой портной мог бы выбрать здесь модели мужских костюмов, сапожник получил бы урок, какую обувь нужно шить, а шляпный мастер узнал бы, какие головные уборы больше всего нравятся мужчинам. Недаром говорилось, что если щеголь сошьет себе новый костюм, он прежде всего непременно проверит его на Бродвее. Все это было столь достоверно и общеизвестно, что спустя несколько лет все мюзик-холлы обошла весьма популярная песенка о бродвейском параде перед началом утренних спектаклей. В песенке, между прочим, говорилось и о человеке, неважно о детом, она называлась «Имеет ли он право на Бродвей». За все свое пребывание в Нью-Йорке Кэрри никогда еще не слыхала об этом параде, об этой выставке туалетов, и ей ни разу не приходилось бывать на Бродвее в те часы, когда можно было все это увидеть. Что касается миссис Венс, то для нее это зрелище было привычным. Она не только неоднократно видела его, но и сама принимала в нем участие, вызывая одобрительный шепот своим туалетом и внешностью. Она приходила сюда не только, чтобы посмотреть на других и самой показаться, но и затем, чтобы лишний раз убедиться, что не отстала от моды. Выйдя у 34-й улицы из трамвая, Кэрри с довольно непринужденным видом пошла рядом с подругой, не в силах оторвать взгляда, основавшей вокруг нарядной толпы. Она вдруг заметила, что походка и манеры миссис Венс стали какими-то искусственными и натянутыми под пытливыми взглядами красивых мужчин и изысканно одетых женщин. По-видимому, здесь считалось вполне приличным, глядеть на человека в упор. Кэрри внезапно обнаружила, что и ее рассматривают и изучают десятки глаз. Мужчины в безупречных пальто и цилиндрах, держа в руках трости с серебряными набалдашниками, то и дело проходили вплотную мимо женщин и заглядывали им в глаза, ловя ответные взгляды. Дамы шуршали шелками, расточая деланные улыбки и запах духов. Здесь добродетель стушевывалась перед пороком. Сколько было здесь надушенных волос, нарумяниных и напудренных лиц, накрашенных губ, тонных подведенных глаз. Внезапно Кэрри поняла, что очутилась в центре выставки самого шикарного и модного. И какой выставки! Витрины ювелиров сверкали на каждом шагу, цветочные магазины, меховые ателье, магазины мужского и дамского платья и белья следовали один за другим. Улица была запружена колясками и каретами. У подъездов стояли величественные швейцары в каких-то фантастических ливреях с золотыми перевязями и пуговицами. Кучера в коричневых гетерах, белых рейтузах и синих куртках покорно ждали занятых покупками владелец экипажей. На всем Бродвее царила атмосфера богатства и внешней эффектности. И Кэрри сознавала, что она не принадлежит к этому миру. При всем желании она не могла держаться здесь так уверенно, как миссис Венс. Кэрри казалось, что каждому встречному бросается в глаза огромная разница в их туалетах, и это задевало ее заживое. Она решила больше не показываться здесь, пока у нее не будет дорогих вещей. В то же время она жаждала испытать это наслаждение, продефилировать на этом параде равный среди равных. О, тогда она почувствовала бы себя. Счастливый. Глава тридцать вторая Пир Волтасара Провидец-толкователь Чувства, вызванные у Кэрри прогулкой по Бродвею, сделали ее чрезвычайно восприимчивой к пьесе, которую она видела в тот день. Актер, исполнявший главную роль, приобрел популярность в веселых комедиях, где к сценам, полным юмора, подмешано для контраста несколько сцен человеческого горя. Для Кэрри, как мы уже знаем, театр всегда имел большую притягательную силу. Молодая женщина не забыла своего памятного выступления в Чикаго. Оно жило в ее душе и занимало ее мысли в те долгие вечера, когда качалка и модный роман были ее единственным развлечением. И если ей случалось побывать в театре, она тотчас вспоминала о своем актерском даровании. Нередко какой-нибудь эпизод вызывал в ней страстное желание выступить на сцене и выразить те чувства, которые она испытывала бы на месте того или иного действующего лица. И почти каждый раз она уносила с собой яркие впечатления, дававшие пищу для раздумий на весь следующий день. Этим она жила больше, чем реальными событиями, наполнявшими ее повседневное существование. Не часто бывало, чтобы она приходила в театр, взволнованная виденном в жизни. Но сегодня в ее душе тихо зазвучала песня желаний, пробужденных зрелищем роскоши, веселья и красоты. О, эти женщины, которые сотнями и сотнями проходили мимо нее! Кто они? Откуда эти богатые изящные туалеты, эти ткани изумительной окраски, серебряные и золотые безделушки? Где обитают эти прелестные женщины? Среди каких обтянутых шелком стен, среди какой узорной мебели и пышных ковров проводят они свои дни? Где их роскошные жилища, наполненные всем, что можно купить за деньги? В каких конюшнях отдыхают эти лоснящиеся нервные лошади и стоят великолепные экипажи? Где живут лакеи в богатых ливреях? О, эти особняки, этот яркий свет, этот тонкий аромат, уютные будуары, столы, ломящиеся под тяжестью яст! Нью-Йорк должно быть полон таких дворцов, иначе не было бы и этих прекрасных, самоуверенных, надменных созданий. Их выращивают где-нибудь в оранжереях. Кэрри было больно от сознания, что она не принадлежит к их числу, что ее мечты, увы, не осуществились. И она поражалась своему одиночеству в последние два года, своему равнодушию к тому, что так и не достигла положения, на которое надеялась. У пьесы был банальный сюжет из жизни светских салонов, где среди раззолоченной мебели разодетые дамы и кавалеры терзаются муками ревности и любви. Такие пьесы всегда приводят в восторг людей, всю жизнь тщетно мечтавших о подобной роскоши. Здесь показано страдание в идеальных жизненных условиях. Кто не согласился бы погоревать, сидя в золотом кресле? Кто не захотел бы погрустить среди надушенных гобеленов, мягких пуфов и слуг в ливреях? Горе в таких условиях становится заманчивым. Кэрри жаждала приобщиться к нему. Ей хотелось переносить страдания, каковы бы они ни были, именно в такой обстановке. Или, если это невозможно, то хотя бы изображать их на сцене в чудесных декорациях. Она была настолько захвачена всем виденным, что пьеса показалась ей необычайно прекрасной. Она унеслась мечтой в этот искусственный мир и была бы рада никогда не возвращаться к действительности. В антракте Кэрри разглядывала элегантную публику первых рядов и ложь и пополняла свои представления о Нью-Йорке. Теперь она знала, что до сих пор не видела его целиком, что этот город — сплошной вихрь веселья и радостей. А когда они вышли из театра, тот же Бродвей снова преподнес ей еще более наглядный урок. Картина, которую она наблюдала по дороге в театр, стала еще эффектнее и в своей яркости достигла апогея. Кэрри не могла прийти в себя от всей этой безумной роскоши. Какой контраст с ее положением! Да, она не живет, она даже не имеет права утверждать, что живет, пока на ее долю не выпадет хотя бы малая частица вот такой жизни. Здесь женщины тратили деньги не считая. Стоило лишь заглянуть в любой магазин, мимо которого они проходили, чтобы убедиться в этом. Цветы, драгоценности, сласти — вот что, казалось, наполняло жизнь всех этих элегантных дам. А она, у нее, едва хватало карманных денег на то, чтобы раза два в месяц позволить себе прогуляться здесь и посидеть в театре. В тот вечер уютная маленькая квартирка показалась Кэрри будничной и заурядной. Это было совсем не то, чем наслаждался весь остальной мир. Равнодушным взглядом следила она за служанкой, готовившей обед. В голове то и дело вставали сценки извиденной комедии. Больше всего она вспоминала очаровательную актрису, исполнявшую роль недоступной красавицы, которая лишь после долгих ухаживаний сдалась возлюбленному. Кэрри покорила изящество этой женщины. Ее туалеты были настоящим шедевром, ее страдания были так правдивы. Тоска, которую она изображала, была понятна Кэрри. Кэрри была уверена, что и сама могла бы сыграть не хуже. Некоторые места она провела бы даже лучше этой актрисы. Она повторяла вслух отдельные фразы. «О, если бы попасть на сцену! Если бы и ей дали такую роль! Какой интересной, какой полной стала бы ее жизнь! Ведь она тоже могла бы волновать зрителей своей игрой!» Герстфуд застал Кэрри в унылом настроении. Она сидела у окна в качалке и тихонько покачивалась, погруженная в свои думы. Не желая расставаться со своими фантазиями, она отвечала скупо или старалась промолчать. «Что с тобой, Кэрри?» немного погодя, спросил Герстфуд, заметя ее грустную молчаливость. «Ничего», — бросила она. «Я себя неважно чувствую». «Ты не больна, надеюсь?» спросил Герстфуд, близко подойдя к ней. «Да нет!» почти с раздражением отозвалась Кэрри. «Просто мне не по себе!» «Очень жаль», — сказал Герстфуд, отходя и одергивая на себе чуть топорщившийся жилет. «А я думал пойти сегодня в театр. Мне не хочется», — сказала Кэрри. Ей было досадно, что приход Герстфуда нарушил и развеял ее чудесные видения. «Я уже была сегодня на утреннике», — добавила она. «Вот как?» — сказал Герстфуд. «Что же ты смотрела?» «Золотые россыпи. Ну и как?» «Понравилось тебе?» «Очень». «И тебе не хотелось бы пойти вечером еще раз?» «Пожалуй, нет», — сказала Кэрри. Все же, очнувшись от своей меланхолии и усевшись за стол, она передумала. Тарелка супа иногда творит чудеса. Кэрри пошла с Герстфудом в театр и тем самым на время вернула себе душевное равновесие. Однако толчок к пробуждению был дан. Как бы она не старалась забыть об этом, чувство неудовлетворенности почти не покидало ее. Время и постоянство, о, какая это сила! Так капля воды долбит камень, и он, в конце концов, распадается на куски. Примерно через месяц после описанного нами утренника, миссис Вэнс снова пригласила Кэрри в театр. Она слышала от Кэрри, что Герстфуд не придет к обеду домой. — Почему бы вам не пойти с нами? — Не готовьте сегодня обеда, мы пообедаем у Шерри, а потом отправимся в лицей. — Непременно пойдемте с нами. — Благодарю вас. Я, пожалуй, пойду, согласилась Кэрри. Она уже с трех часов начала одеваться, чтобы к половине шестого быть готовой отправиться в известный ресторан, в ту пору конкурирующий с Дель Монико. В наряде Кэрри несомненно сказывалось влияние изысканной миссис Вэнс. Та постоянно обращала ее внимание на всевозможные новинки дамского туалета. — А вы не хотите купить такую-то или такую-то шляпку? Или вы видели новые перчатки, которые теперь носят с овальными перламутровыми пуговицами? Такие вопросы Кэрри постоянно слышала от своей подруги. — Когда вы в следующий раз будете покупать себе ботинки, дорогая моя наставляла ее миссис Вэнс, непременно купите на пуговицах с лакированным носком и на толстой подошве. самая модная обувь нынешней осенью. — Спасибо, я так и сделаю, говорила Кэрри. — Ах, дорогая моя, вы заметили, какие блузки появились у Альтмана? — сказала ей в другой раз миссис Вэнс. — Изумительные фасоны! Я присмотрела там одну блузку, которая, я уверена, очень пошла бы вам. Я тотчас подумала об этом, как только увидела ее. Кэрри с большим интересом прислушивалась к советам приятельницы, ибо в отношении миссис Вэнс к ней чувствовалось гораздо больше искреннего дружелюбия, чем бывает между двумя хорошенькими женщинами. Миссис Вэнс искренне полюбила Кэрри за ее мягкий и ровный нрав, и ей доставляло удовольствие указывать соседке на модные новинки. «Почему вы не купите себе юбку из синей саржи, какие продают сейчас у лорда и Тейлора?» сказала однажды миссис Вэнс. «Такую колоколом!» «Они как раз входят в моду, к тому же темно-синий цвет, так идет вам». Кэрри жадно ловила ее слова. О подобных вещах ей никогда не приходилось беседовать с Герствудом. Постепенно она начала высказывать желание купить то одно, то другое, а он соглашался, ничем не проявляя своего мнения. Разумеется, он заметил новые наклонности Кэрри и, слыша на каждом шагу похвалы по адресу миссис Вэнс, сообразил откуда дует ветер. Пока он вовсе не собирался в чем-либо препятствовать Кэрри, но вскоре убедился, что ее потребности растут. Это, конечно, не могло быть ему особенно по душе, но он все еще по-своему любил ее, а потому предоставил событиям идти своим чередом. Однако Кэрри заметила, что Герствуд, удовлетворяя ее желание, не обнаруживает при этом ни малейшего признака удовольствия. Он никогда не восхищался ее покупками, и она пришла к выводу, что он становится равнодушен к ней, так в их отношения был вбит новый Клин. Как бы то ни было, но указания миссис Вэнс не пропали даром, и Кэрри была вполне прилично одета в тот день, когда она собралась со своими новыми друзьями в театр. Гринс, мобильс. Гринс, мобильс. Продолжение следует...